Книга «Открытым оком». 22-й том. Тема «Монашество». Вопрос 3486. Приходилось ли вам видеть, как в монастыре воспитывают такое послушание, что все сделают, не обижаются? Ответ Игнатия Тихоныча Лапкина. У меня в гостях не раз бывал архимандрит отец Амбросий, единственный на территории Советского Союза мужчина, руководящий женским монастырем в котором более 400 душ. 26 октября 1982 год. Беседы с отцом Амбросием на квартире у Игнатия Лапкина в городе Барнауле. В скобках чудом сохранившаяся часть записи. Отец Амбросий Юрасов. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, женский монастырь. Троиточие. Отдельно своим чадом говорю. Требуха ненасытная. Вот роетесь, как свиньи в земле. Роетесь, роетесь. Посмотрите, какая природа прекрасная. Солнце светит, благоухающий воздух. Аромат, птицы радуются, все ликует. Вся природа дышит. Иногда мы залезем сами в себя и роемся в страстях порока. Обиду какую-то питаем, зло, ненависть друг к другу, ругаемся, злимся. Отрешимся же от всего. Посмотрите, вся природа ликует, радуется. Господь призвал к вечной жизни, а вы, как свиньи, зарылись в грязь и из нее не вылезаете. Ройте друг под друга. Когда придет конец, не знаю. Порой бывает за обедом некоторых смирять. Просишь. Ну-ка встань. Обращаясь к тем особенно, которые только что сегодня приехали, новые. Я говорю. Познакомьтесь. Как тебя звать? Она голову опустит, еще гордости много. Я говорю. Погромче говори. Истеричка. Почему тебе такое имя дали? Ну, за то, что я со всеми скандалю и всем была недовольна. Садись. Садись. Вторая. Вставай. Как твое имя? Меня звать Вонючая Требуха. Врачи какую группу дали? Шизофрения. Вторая. Кем работала? В редакции советский писатель. Редактором. Садись. Ладно. Третья. Свинья. Всем недовольны, только люблю жрать да спать. Садись. И так вот порой много. Имена. Тихое болото. Там, где крокодилы все водятся. Чуть затронь, сразу начинает бесноваться. Мямля. Квашня. Много всяких имен. Ада Гордеевна. То есть гордая. Ад ожидает ее. Конечно, есть такие люди, которые ни с кем не спорят, не ругаются. Вспоминая такого старца, в монастыре был, он со всеми мирно жил. Ни с кем никогда не говорил. И так все считали, что он подвиг молчания взял. А когда пришла смерть, братья собрались около его постели. Отче. Скажи нам хоть слово назидание, ведь ты уже уходишь в тот мир. Он посмотрел на них и говорит. Свиньи вы все. Вот так человек прожил всю жизнь. Ни с кем не разговаривал. Питал только одно зло. Все мы должны быть как дети. Нас постоянно надо молоть и молоть и колотить. Как колотить? Чтобы быть чистым и святым. А вот так. Соберет хозяйка льна с ноб. Начинает его палкой колотить. Мнет его сильно. Потом потрясет. И еще мнет его. А потом гребнем вычищает всю грязь оттуда, весь хлам. А потом из этого льна ткут холст. Красят, белят. И тогда он куда угодно. На платье, на костюм, на рубашку. Вот точно так же для того, чтобы войти в Царствие Божие, человек уже здесь должен пройти все мялки. Должны его оскорблять, обижать, чтобы он не был такой самолюбивый, упрямый, гордый, непослушный. Он должен быть тихий, ласковый. И не должен быть таким уже нечистым. Вот такие только люди нужны в Царстве Божием. А если кто из нас попадет в Царствие Божие, да здесь не терпел поношения и оскорбления. Болезни не мог переносить и ничего не сделал. Стыдно будет Царствию Божием. А такие туда не входят. Вот поэтому мы на земле все должны пройти. Христос и тот был в тюрьме. Иоанн Предтеча, апостолы. Это школа. И Господь показал путь в Царствие Божие только через крест, через страдания. Этим путем прошли его ученики и все последователи. И это касается и нас всех. Игла. Игнатий Лапкин. Индекс 656-016, город Барнаул-16. Улица 2-я строительная, 62-16. Отец Амбросий, вот вы мою хозяйку по голове долбите. Я хотел бы, чтобы вы дали ей наказ еще раз. Она обижается на всякое слово. Я ее люблю за все, но немалого замечания сделать нельзя. Ее в этом поддерживает отец Дмитрий Дудко. Вот он дает мне указание. Ты ничего никогда не говори. А она не слушается. Ей при людях сделаю замечание. Обида продолжается несколько времени. Я говорю. Ну, как же молиться? Мы же идем в вечную жизнь, когда единую секунду вас жаждем из этой жизни, а ее не будет. Сегодня говорите, а она криком кричит, что слышит через вас все слова мои. Ну-ка, посмотри, батюшки, в глаза. Скажи, будешь слушаться? Нет? Отец Амбросий. Один священник практикуется так. На исповеди человек пятьдесят стоит. Посмотрит так, вроде бы посторонних нет. И какую-то девушку, гордую и самолюбивую. Но она чисто живет, целомудренно, девица. Он ее стал перед всеми людьми наставлять и говорит. Посмотрите, стоит кусок греха. Вся сквернена, мерзкая, блудница. Храм посещает. Просит, чтобы ее еще в монашке ее постригли. Зубы такие страшные. Матери не дает покоя. Стыд, позор. Как начинает ее чистить. Дайте дорогу. Вон отсюда вы, негодяйка такая, чтобы ноги твоей здесь не было. Ибо ты не любишь Бога, а грешишь. Но до этого он с ней договаривается. Батюшка, я хочу быть твоей чадой. Если хочешь, придется терпеть. Даешь обещание? Даю. Вот подпиши, что будешь верный, что будешь переносить оскорбление и все. И она вылетает как пробка, вся мокрая после такой чистки. Потом через некоторое время отойдет у нее. Дня через три-четыре приходит. Батюшка, прости, я обиделась на вас. И вот так он ее прочистит раза три-четыре пред всеми людьми. А потом достигает такого, что он ее чистит, а она только улыбается, радостно стоит и все. Батюшка. Игнатий Тихонович. Батюшка, вот попросите у нее обещание, что она не будет обижаться никогда ни на какое слово. Отец Амбросий. Приходит к этому батюшке девица. Народу много стоит. А он говорит. Посмотрите, вот аборт сделала месяц назад. Три мужика имеет, это ужас. Ты что такая ненасытная, как тебе не стыдно? Потом на работе мыло ворует. Полотенце украла. Тебе что, дома не хватает мыла, что ли? И начинает ее чистить. И так уже многие привыкли. Приходит один, лет сорок, на моих глазах. Ты с кем живешь-то? С мамой. Ты все, мать, бьешь? Колотишь? Как тебе не стыдно? Посмотрите, люди, здоровый какой. А старушка маленькая, он ее обижает. Что, сильный что ли? На улице боится слабого защитить, если кто-то дерется. А мать можешь, подвыпьешь и смелой становишься. И пошел его так же шерстить. Так вот, Игнатий Лапкин. Откуда эти обиды в тебе, скажи? От гордыни? Отец Амбросий. Гордым Бог противится. Смиренным дает благодать. Игнатий Лапкин. Все? Повторяй себе эту фразу. Вот при людях сделал замечание. Будет умирать целый месяц. Помнить пять лет. При людях сделал замечание. Не ударил, не выставил вон. Как вы говорите, этого нет. Страшно больно. Значит, твое я не умерло. Отец Амбросий. Вы договоритесь так, чтобы записочку написало, что я все терплю ради Христа. Игнатий Лапкин. Без записочки. Скажи батюшке, будешь терпеть все ради Христа? С сегодняшнего дня по-новому. Отец Амбросий. И надо сделать так. Не тогда, когда один на один, а когда человек десять, пятнадцать. Чем больше народу, тем больше надо чистить. Игнатий Лапкин. Первый батюшка, который так говорит. А ты мне как говоришь? Вот все разойдутся, тогда отдельно и делай замечание мне. Когда уже рана зарубцуется, йодом прижженной, я говорю, сразу нужно приращивать ее. Штукатурит. А я подошел. Что-то ты в этом углу неровно сделала. Нас рядом было пятеро. На всех сразу разгневается. Ну что особенного, что стена получилась неровная? Сказала бы. Ну я сделаю ровно. А она всем. Я сама кривая и штукатурка кривая. Отец Амбросий. Вот, отец, ты говоришь, почему батюшки не воспитывают людей? Ты одну жену не можешь воспитать, а хочешь, чтобы батюшка всех воспитывал. Игнатий Лапкин. И златоуст говорит, Бог спросит не за то, что сумел или нет воспитать, а за то, что воспитывал ли. Отец Амбросий. А плоды? Игнатий Лапкин. А плоды Бог будет спрашивать уже только с нее. Я вложил капитал туда целиком. Так, нет? Скажи, учу я тебя эти годы? Учишь. Ну так что? Ты жалуешься на меня за то, что я тебя не учу, не обличаю? Ласкательствую пред тобой. Отец Амбросий. Ты сделай так. Когда он тебя чистит, ты не говори прости, а жди, когда он кончит. И скажи, ты кончил? Да. Прямо в ноги упади и скажи, прости меня, Христа ради, и ноги поцелуй, и бес сразу отойдет. Игнатий Лапкин. Бес отойдет. Я же говорю, ты в обнимку с ним идешь, когда не даешь раскаянию выйти из тебя. Цепляешься только за то, чтобы вставилось твое Я. У нее девичья фамилия Шадрина. И я говорю ей, ты букву Ш видишь, такая огромная висит как бы с неба, а ты перед ней на колени упала и молишься перед своим Я. Ну пойми, что наступит вечность. Даже если сегодня меня не будет, ты будешь искать хоть одной минуты, чтобы кто бы тебе сказал, и этого никогда не будет уже. И никто, никто тебе не скажет уже. Тебе приятно смотреть, когда мужья живут с женами и ничему не научают их. А мне столько упреков. Ты столько времени с Надей, а она ничему еще не научилась, все еще в непокорности. Она думает, что унижена будет, если при людях меня послушается. Какие наставления-то? Уже от батюшки отворачиваются. Отец Амбросий. Пусть она ко мне приедет когда-нибудь, я ее почищу там перед всеми. Игнатий Лапкин. Она умрет, у нее разрыв сердца будет. Страшное самолюбие. Если ты не побоишься сегодня, будет легче в тысячу раз. Хорошо, если есть надежда. Отец Амбросий. Валерияночки дадим. У меня было так, что отец меня посылает на исповедь. Порой сутки не спишь и на исповеди в ночь. И приходится исповедовать до восьми утра. Потом зовут помочь еще. Прихожу утром, там человек сто стоит. Что спишь? Тебе не стыдно? Смотри, сколько народу. Вот сто человек стоят. Это сто рабочих часов здесь простаивается. А ты спишь? Надо помощь оказать. А я говорю. Спаси Господи, батюшка. Благословите меня. И так до двух часов. Игнатий Лапкин. Так, запомни, Надя. Не часы я вам подсчитываю, когда ты лишне что-то говоришь, отвлекаешь людей. Точно так. Беру и подсчитываю. И опять обида. Экономия какая-то у тебя. Время нет. Куда-то торопишься. А я чувствую, много и так не успеваем. Отец Амвросий. Пока базар открыт, торговля идет. Успевай. Приобретай. А закроется лавочка. Все. И рад будешь приобрести. Да не будет. Игнатий Лапкин. Ну ведь ты понимаешь все. Не можешь не понимать. У тебя образование. Только одно. Отвергнись себя. Чтобы обида не заедала тебя никогда. На жене я должен учиться, как слушаться Христа. Каждые его заповеди. С какой целью батюшка в такую даль ехал? А может быть с одной только целью. Тебе помочь. Потому что никто уже не в силах помочь. Можешь в это поверить? Неужели батюшкина доверчивость с твоим упорством встретившись так и разойдутся, никто никого не победит? Или ты его заразишь этим, чтобы он тебя никогда не обличал? Или все-таки тебе придется склонить голову? А я батюшку буду теперь все время просить, чтобы он тебя при людях обличал. Эту заразу, язву, ее надо вырезать. А вот отец Дмитрий, я вот по его делаю. В течение двух месяцев я на один ни слова не говорил. Сказал он мне ее не трогать. Я говорю, это я буду бес обаюкать. Он будет дальше и больше укореняться в ней. О послушании и излишестве. Игнатий Лапкин. Я хотел предложить тему. Конкретно то, что у нас больное. Это о послушании, об истинности послушания и об излишествах, какие есть у нас в жизни. Конечный результат цели. Я хотел с братом как раз о том говорить, потому что время настало. Иной раз приходится говорить скрытно. Что такое послушание? Вот мы сейчас услышали буквально об извращениях, до чего доходит послушание. Сделай то, другое, непотребное. Это, конечно, не послушание, а дикость. Но истинное послушание требуется каждому христианину. Послушание вырабатывает смирение. А смирение, говорит Златоуст, есть матерь всякой добродетели. Лично вот мы, обратившись в миру, познавшие, что такой путь Христов, должны каждый день искать, где бы научиться послушанию и смирению. А не так, что если что-то не сходится с нашим мнением, то вызывает у нас взрыв негодования, или же какую-то мстительность, скоропалительные выводы решения. А, такое дело. Так я ноги больше сюда не положу. Раз такое дело, то я тогда отсюда уеду. Ну, только ты хорошо знаешь, тоже святоша выискался. Арсенал упреков подобных очень большой. Я беру только известные расхожие штампы. Если в действительности сиение разумно, то и нужно было бы показать. И далее. Если это несет вред тебе, то ты и опротестуй, и приведи доводы, что это неразумно. Но если это безразлично, и тебе никакого ущерба не несет, а может быть это единственное для тебя время, когда ты можешь проявить послушание, избавиться от излишеств в твоей жизни, от твоей приходи, то вот и не упусти этот момент. Послушанием, как учит в монастырях? Отец Амбросий. Для монаха послушание – это в первую очередь. Послушание выше поста и молитвы. Потому что Христос был послушан Отцу до самой смерти, до смерти крестной. Через послушание спасся весь род человеческий. Где послушания нет, там и спасения нет. Потому что спасаются только послушные. Те, которые берут пример со Христа. Иоанн Златоуст говорит так, что мирянин ничем не отличается от монаха. Монах отличается только в одном, что он не вступает в брак, не имеет семьи. А обет послушания, обет целомудрия, обет воздержанности дали в таинстве крещения, отрекаясь от сатаны, от всех дел его злых. Потому что дьявол есть клеветник, и непослушный. За непослушание Адам и Ева были изгнаны из рая, так что послушание необходимо для каждого человека. Прежде чем начать спасаться, в основу возьми послушание. Послушание церкви, послушание Богу, послушание каждому человеку, начиная с семьи. Игнатий Лапкин. Меня в том, что вы так говорите, потому что это плоды моего воспитания. Иоанн Златоуст говорит, плоды, это зависит только от Бога. Моя задача сделать ввеленное мне. Не только сказать, учить, но и наказать, настаивать. А что она не будет слушаться, это уже Бог с меня не взыщет. Я вот сейчас обращаюсь конкретно к этому брату. У нас с ним назрел конфликт, и при том очень большой. Последствия его я рассматриваю как бы в тумане пока, и чуть ли не катастрофически. У брата очень много накуплено книг. Книга – источник знания и источник гибели. Это как дерево познания добра и зла. Он занимается живописью, художеством. Много книг у него и очень дорогих. Однако купли не прекращаются. Но еще и продолжается. Своей квартиры у него нет. При переезде испытывает такие трудности. У хозяев квартир это вызывает недовольство. Для спасения ни одна из этих книг не нужна. Я говорю, оставь пять тюков, чтобы легко было, а остальные уничтожь. Лично я это сделал со своей библиотекой. Духовная библиотека накапливается, и я ее ополовинил. Отдал братьям и сестрам во Христе. Этот брат воспротивился. А ему сейчас некуда переезжать. Один брат его принимает, но под одним условием. Ты у меня будешь жить, и за квартиру не надо платить. Но только расстанься с этим ненужным грузом. Что ты думаешь? Или ты зайдешь туда без упрямства с послушанием, или будешь со своим упрямством оставаться на улице. Он говорит, и в сугробе можно жить. Отец Амбросий. Он может из книг сделать себе келью. Николай Олегович Шевченко Индекс 656-008 Город Барнаул Улица Никитина 147, квартира 1 Это слишком дорогая келья и недолговечная. Она после первого дождя уплывет. А второе. Паника по поводу книг, конечно, преждевременная. Я уже два раза с этими книгами переезжал и никаких затруднений не испытывал. Третье. Я давно думаю, что эти книги нужно пересмотреть. Я знаю, что можно сдать в магазин, а что на растопку можно отдать. Четвертое. Я согласен с тем, что меня можно и шантажировать, и диктовать мне условия. Тем более, что хозяин – человек категоричный до крайности. И он эту крайность проявляет постоянно. Отец Амбросий. У тебя страсти к книгам нет? Николай Шевченко. Была. Я постоянно это отмечал. И покупая, пытался сказать, что последнюю книгу я покупаю, больше не куплю. Отец Амбросий. Это когда ты был не верующий, а когда верующим стал, то переходишь уже на другие книги? Николай Шевченко. Нет. И другие книги, и божественные, можно собирать и до старости довести. Можно, и бывает много падких до книг, священнослужителей, диаконов, которые их собирают, как книга Любы. Отец Амбросий. Был такой монах, Мних, который имел много книг. Спал на них, и не знал, что в них. А у тебя так не бывает? Ты эти книги прочитал все? Николай Шевченко. Нет, конечно, не все. А часто был просто азарт, когда я покупал их. Ну и этот азарт мне не давал разобраться в книгах. Книги покупались, которые пользы почти не дают. Такие до сих пор стоят в магазинах, невостребованные. А есть книги репродукции. Они мне нужны. Игнатий Лапкин. По частям хочу опровергнуть. Хозяин, диктатор-шантажист, было сказано. Если бы это был один человек, но ты таких будешь встречать отныне и вовеки. От хозяйки, от которой ты ушел, мы услышали то, что и не думали даже услышать. Дошло чуть не до безумия у нее. Не могут тебя дождаться, не могут от тебя все это вытащить. Все сараи, все углярки забиты книгами. Ты говоришь, если аккуратно сложить, но ты речи даже не ведешь, чтобы расстаться с ними. Сначала надо найти тебе полки. Да полки-то прибиваются к стенам, а стена является частью дома. А у тебя нет ни того, ни другого, ни третьего. У тебя же гроша нет. Ни ерша, ни гроша, и некуда тебе гвоздь забить. О каких полках ты можешь речь вести сейчас? Когда тебе говорят сейчас, а ты говоришь, а вы меня шантажируете. Но чтобы не быть шантажистами, нужно тогда идти у тебя на поводу, дать тебе на захламление любую комнату. Хозяйка попросила тебя отсюда, и вещи лежат на улице. Наступает зима. Ты знаешь свою медлительность, доходящую до абсурда, вплоть до того, что сам знаешь, покойника можно забыть, что он умер. Так? Теперь говоришь, что книги нужны эти отчасти. Давай тогда займемся одним разговором. У тебя есть человек на земле, у которого бы ты был в послушании, и слово его для тебя было не абсолютным, но все же законным, чтобы можно было к нему апеллировать. Вот у нас в комнате сейчас 50 человек, и я не нашел ни одного, кто был бы с тобой согласен. Ни единого. Ты на это сразу находишь умный ответ. Все находятся под вашим гипнозом. Но батюшка не под моим гипнозом. Мы только что встретились. Я тебе рассказываю о людях, которые не глупее тебя. Ты с ними жил. Они эти библиотеки под топор пустили. Они не нужны. Библию ты прочитал, ну, не более десяти раз, так? Даже меньше. Сколько лет ты прожил без Бога? То есть, ни Евангелия в руках не держал, и по заповедям не поступал, жил как мирской человек. Николай Шевченко. 33. Игнатий Лапкин. 33 умножь на 2. 66. А лет человеческих 70 на земле. Это тогда Давид говорил, а сейчас при этом настрое, при этих нервотрепках и заразах всяких, считай, ты уже за бугром, за половинкой жизни, и все за собой тащишь эти грабины. Сложил в ящики. Когда ты думаешь душу спасать? Путь тернистый написано, узкий, и когда люди отступают где-то или бегут с корабля, то что они с собой берут? Золото бросают? Бросают ненужные книги? Бросают. Я рассказываю, что я, что и я с места на место до этого все время ездил. У меня с собой была Библия, рюкзачок и байковое одеяло. Все остальное, уезжая, раздал во имя Христа. И на этом конец. Никогда не обрастешь, но у тебя всякие горшки, чугуны. Зачем? С натуры рисовать. До смешного доходят. Всякие там финтифлюшки, железки, матрешки. Но пойми, что ребятишек-то у тебя нету. Надо сначала жену иметь. Сколько ненужного, а ты перетаскивался, ты дважды переезжал. Ты в контейнер один раз не сам сложил, тебе товарищи сложили. Вот так ты переезжал. И контейнер к дому перевезли. Ты все выложил, и все. Здесь перевозили вокруг железной дороги, с улицы на улицу, да на мотоцикле. Грузили раз за разом, и в несколько дней не могли перенести. Но купил вещи, в соседнем доме стоят ваши вещи, за них надо платить, дни идут, а у тебя еще ни одного гроша не прибавляется в заработке. Ты вот один раз до конца рассуди, есть ли у тебя тот, кому ты покоряешься. Дай нам его узнать. Ты должен покончить с этим делом, или оно покончит с тобой. Ты в этом и помрешь. Более благоприятного момента, более стесненных обстоятельств может у тебя никогда не быть. Если тебе сегодня этого кажется недостаточно, и ты будешь говорить, вы все меня шантажируются, вы все диктаторы, то тебе дается полная свобода, но не помогать тебе переезжать, ни одной книги никто перетаскивать больше тебе не будет. В это ты можешь очень хорошо поверить. Отец Амбросий, я могу дать совет. Эти книги можно пустить в расход, и на приобретенные за них деньги можно сделать много пользы для народа, а не для себя. Игнатий Лапкин, батюшка, не получается так. И есть такие у него книги, больше половины, ежемесячные журналы Заря и разные, то, что никому не нужно. Чего это жалеть? Один брат был на 400 рублей и зарвал и сказал, что хозяева книг чернокнижники. Так они вытащили на площадь и не стали продавать, а книги тогда тоже в цене были все. Николай Шевченко. Кто это? Игнатий Лапкин. Геннадий Михайлович Яковлев. Поехал я к нему в Одессу и испластал. Одни корочки остались. И получил благодарность отец Амбросий. Вот был такой монах Лаврентий в Навалааме. Настоятель говорит, отец Лаврентий, вам дали новую келью. Он говорит, отче, благословите. Приходит домой в келью, одевает рясу, клобук, берет иконку, Евангелие и пошел. Господи, направь стопы моя. У него в келье ничего не было, все с ним было. Игнатий Лапкин. А посчитай, сколько у тебя разных светильников, плафонов, картону, бумаги, красок, несколько ящиков. И все это на своем животе. Ты приехал, и это все уже перевезено. Твои вещи сейчас еще лежат, как под заклятием, и неизвестно, на чем ты их увезешь. Ибо нужны новые деньги. А тебе есть что слушать, и Библия, и Златоуст. Но некогда. Тебе только составить на полочке уже неделя съедено будет. А нашей жизни, может, остались одни мгновения. Конечно, раз ты никогда в послушании не был, тебе это очень тяжело, трудно. Посягают счета и на плоть твою. Я твое состояние отлично понимаю, подобное у меня было. Но когда я пошел на корабль, у меня маленький новый завет остался, и фуражка рваная. Больше ничего не осталось, все пришлось тут же отдать. И ни одной копейки ни за что не взял. Три рубля из трех рублей снова начал жить. И Бог благословил, ныне все есть. Ты сам видишь, сытые сидим, Николай Шевченко. И у меня все есть, и картошка, и хлеб, и лук. Игнатий Лапкин, что тебе мешает расстаться, Николай Шевченко. Да разве я сказал, что я не хочу расстаться? Игнатий Лапкин, не хочешь. Ты стал упираться, стал называть нас диктаторами, что все с тобой неправильно поступают. Николай Шевченко, ну давайте прослушаем ленту. Отец Амбросий, хорошо. Ты не один раз уже это говорил. Мы тебе сказали, Коля, более благоприятного момента не будет. Николай Шевченко, я сказал, что я уже пересмотреть и часть выбросить. Игнатий Лапкин, но в общем это только слова, на деле еще ничего нет. Я тебе сказал, сегодня я прихожу к тебе, вытаскивай книги на середину, и несколько человек сядем, как комиссия, ты будешь отбирать нужное и отбрасывать ненужное. Нужное тогда я буду тебя спрашивать при общем голосовании, почему эта книга тебе нужна. Николай Шевченко, практически вы за меня все решите, Игнатий Лапкин. Ты можешь их сдать, если хочешь, ты только для видимости, вот и видно будет, дурные тебе наставления дают или нет. Я снова сейчас могу вопрос поставить на голосование, этот этап нами уже пройден, ты еще не начинал этот путь и уже так противишься, что тебе здесь кажется ненормальным. Я тебе что предлагаю взамен? Свободу времени, ты ничем не будешь связан, у тебя кончится эта страсть покупать разные ненужные вещи. Николай Шевченко. Я достаточно уже всего имею, я почти ничего не покупаю, Игнатий Лапкин. Я знаю, что это связано вот с чем, эгоизм. Выслушай тогда последнее слово. С эгоизмом это поглощает все, в питании, в приобретении вещей, в спанье, в медлительности, в послушании. Ты этими заборами окружен целиком, из этого круга не пытался выйти даже. Тебе сегодня криком кричать нужно о том, как вылезти. Вспомни относительно сна, сколько позору претерпели. Медлительность твоя убила буквально тебя и нас всех. Если только под контроль поставили тебя, ты самый лучший человек, все можешь делать. Николай Шевченко. Не самый лучший человек, ничего этого я еще не показал, и не надо льстить, когда вам это угодно. Игнатий Лапкин. Так скажи, кто у тебя наставник? Я тогда с ним Игнатий Лапкин. Ну, как отче, взяли бы такого в послушники, отец Амбросий. А я знаю так. Один старец имел у себя духовных щад. Два-три непослушания, и он отправляет года на три, на исправление. А если еще два-три непослушания, совсем отправляет с миром. Игнатий Лапкин. Все он знает этот Коле. Ты Лешу Речкуновой не вини. Ты Николай Шевченко. Бывает. Игнатий Лапкин. Так. Теперь Лешу освободи от этих обвинений, ибо я беру все на себя. Запомни, к вещам твоим больше без моего указания ни один человек не прикоснется. Как хочешь, так ты их и перевози. Если хочешь, чтобы мы остались в добрых прежних отношениях, значит ревизию начнем послезавтра. Ты отложи за это время книги, какие нужные, а какие ненужные. У них оторвем только корочки на переплет. Николай Шевченко. Нет уж, мне жить не на что, а я вам буду переплеты. Я отнесу в магазин и получу деньги. Игнатий Лапкин. Отнеси, Николай Шевченко. Вам бы рвать. А вон лежит, вы рвать не хотите. А там просятся килограммы эти. У меня точно такие же книги есть. Игнатий Лапкин. Это батюшка дал нам то, что в церкви дали за 50 тысяч вкладов фонд мира. Я хотел изорвать одну книгу о природе. И общим собранием мне запретили эту книгу рвать. Здесь упрек не может быть. Значит ты скажи, как ты решаешься? Иметь хоть какое-то небольшое послушание и желаешь ли избавиться от излишнего? Николай Шевченко. Я вам сказал, что я пришел к этой оценке самостоятельно. Вы не вынуждаете меня признаваться в том, что я до сих пор страдаю этим любостяжанием. Нет. Сам пересмотрю свои книги. Может быть даст Бог успею раньше вас. И ваше дело только прийти и засвидетельствовать, что их стало у меня в два раза меньше. Игнатий Лапкин. Нет, не в два раза. Ты оставишь не больше одной двадцатой части. Николай Шевченко. А с какого потолка такая цифра? Игнатий Лапкин. А ты не должен спрашивать, если желаешь, чтобы мы имели с тобой дружбу. Иначе ты не пролазишь. Посмотрели с такого потолка, замерили, с какими вещами тебя можно запускать. Чуть больше ты не пролазишь, сгораешь там. У тебя только одна голова в форточку вылезает. Николай Шевченко. Ну, если хозяин предлагает мне сделать такой жилой вид в той комнате, то я это сделаю и с тем количеством книг, которые я считаю нужным. Игнатий Лапкин. Не будем этого делать. Он не говорит. Он не это говорит. Николай Шевченко. А это вы мне уже на горло наступили. И тут я не нужен вам совершенно. И меня можно в Австралию отправить, а мои книги перешерстите и сделайте с ним все, что угодно. Причем тут я. Что вы меня посадили и пленку на меня тратите и время свое? Игнатий Лапкин. Хорошо, мы тебя ждали несколько месяцев. Мы тратили очень много нервов. Хозяйку убеждали, чтобы она не говорила, таскались с твоими вещами, упрашивали соседей, а ты в это время разговариваешь, тебе на горло наступили, ты на нас наступил, целое лето нас под пятой держал, и однако мы терпели, этих слов тебе не сказали. Николай Шевченко. Вы сказали, и не один раз. Игнатий Лапкин. Хорошо, если бы ты с вещами там находился, где нас нет, и ты это понимаешь? Сейчас ты опять с вещами перетаскиваешься не куда-то, а опять же к нам. Как же об этом не говорить? Николай Шевченко. Я говорю, у всех должно быть как у вас, чтобы мы все были как близнецы, как отраженные в зеркале. Отец Амбросий. Похоже на отца духовного, да? Николай Шевченко. Нет, но она похожа, должна быть совсем в другом, должна быть в верности Богу, а не в тоннажек в каком-то или в квадратуре. В конце концов, человек может быть также верен Богу, который вообще ничего не имеет, кроме сегодняшней одежды, которая у него есть, и даже магнитофоны этого, а другой может быть имеет в два раза больше. Разумный предел каждый для себя устанавливает. И самое главное, это я считаю не то, сколько что сколько у кого, а какова ответственность у человека за то, что имеет. Когда он сознает, что это лишнее, когда он намерен расстаться с какой-то частью, но устанавливает, что вот столько у меня, давай сейчас уравновесим на весах, чтобы у нас было одинаково, то я могу придумать другие доводы, и они заставят говорить другое, более категоричное, чтобы еще было меньше, проценты там как-то высчитать на верность Богу, или сколько раз вы Библию прочитали, и в пропорциях вот этих лишние книги выбросить, мало ли что можно придумывать, но ведь эти же книги покупать меня вынуждает не просто страсть к бумаге, а желание научиться от них, а то, чему хочу научиться, это все-таки во мне внутри, я с этим родился, мне это Бог дал, я хочу рисовать, и сейчас все бросить, значит я опять буду слепец, не профессионал, много, во-первых вот такой же был у меня геносокрушитель, прям шипел, шипел он на меня, ничего не даст прямо, а шипит и шипит, а я слышал другое, даже от священников более разумное, конечно направление должно быть какое-то определенное, не к накопительству дальнейшему, а к как можно скорому может быть сокращению или вообще уничтожению запалов этих отец Амбросий, вот я сейчас видел двух девушек, они все целы, как говорят по священному писанию возродились, они говорят, нам ничего не нужно, одна девушка собрала все свои платья, все кофточки, юбки и больше половины отдала мне, на ваше усмотрение, куда хотите, туда давайте, отдайте тем, кто имеет нужду, а себе оставила только два платья, вторая распродала всю шоу, лишнего ничего нет, даже ложки, я про себя грешную душу скажу да когда господь позвал к себе то я полностью переродился полностью стал уже жить по-другому меня тяготил уже лишняя одежда книги сразу все раздал стал приобретать только духовные я старался всегда сменять три-четыре книги на одну более аскетического духа с таким расчетом чтобы они меня не тяготили чтобы они не лежали мертвым багажом вот я думаю так да хорошо с одного места попросили спокойно взял и пошел мне понравился по послушанию отец владимир который у вас здесь служил он пришел с валей говорит благослови меня отец я хочу жениться я говорю бог благословит он говорит а как мне жить я и говорю а тебе жить как надо тебя когда рука положит не приобретай богатства никакого потом поймешь меня и что думаешь его рука положили он служил в разных городах я говорит спокойно переезжают два чемодана взял жену да ребенка и поехали спокойно а через год опять эти два чемодана взял поехал в другой город а вот смотри что есть когда обогатишься ложки чашки поварешки начнутся там тряпка на тряпке книга на книге и когда тебя стронут с места столько заботы приди к нему какую книгу надо он тебе даст почитать если какая книга нужна погибли библиотеку игнати лапкин но самое то главное вот в чем он заниматься хочет живописью и за весь год что ты у нас пробыл ни одной картины не появилась мы говорим что настоящим рембрандтом уже не станешь душа растрепанная над собой не трудился тебе говорят о небе но у него есть способность высмеять самое доброе предложение выставить что она самому будет ему приятно но это имело успех до тех пор пока мы с ним не встретились не станем пока мы с ним не встречались это я уже почувствовал него но если на это ему спокойно возразить и несколько раз то он успокоится то он это принимает свободно потом на это ему надо время чтобы сие исходило как бы от него но не от кого-то другого а как раз это и есть тогда тебе награда никакой это уже не послушание отец амбросий совет тебе такой скажи отец как благословишь так и сделаю скажи слово твое принимаю как от бога игнатий лапкин плюс к тому генрих был здесь сейчас он отец геннадий он говорит так ты же приехал от него суда ты ведь не просто в барнаул приехал а с какой-то целью и к кому-то ты приехал чему-то поучиться ну а сейчас что же ты противишься этому наущению и хочешь чтобы только так как у тебя уже восстановилась я тебя благословляю чтобы не больше одной двадцатой части осталось вещи лишние старайся отдать или продать эти шкафы один раз потерпи урон если не сумеешь продать ну ты тогда поймешь простое дело одна монашка 98 лет спрашивает а где у тебя головной убор один раз я забыл надеть ты без фуражки никогда не езди а жара была благодарю бога что один раз услышал и этого было достаточно стал им говорить а эти почти все противоречат а потом вышли идет дождь а я говорю ну как теперь сто раз зря брал головной убор а на этот раз тебе фуражка все оправдала у него упрек ты всех хочешь сделать такими какой ты под один стандарт на такое возражение мой ответ да хочу но у меня не диктат здесь если ты не согласен собираем общее собрание верующих если будет признан твой ответ лучше значит будем делать так как ты говоришь у нас устав посуда должна быть закрыта ничего лишнего не должно быть ты лучше нашего устава даешь предложение объясни чем лучше твое пойми какие муки мы при приняли из-за этих книг плюс к тому ты себя подвергнул страшной опасности за соблазн получаешь журналы а там всякие голые женщины и хозяйка твоя по сей день не может опомниться откройся же ей на той странице хозяйка говорит я жизнь прожила она и в лагере 10 лет от была ксении ивановна емщикова и по монастырям ездила но такой беды я еще в глаза не видала столько книг ты меня обвиняешь но я хочу сказать это не мое мнение брат я прошел этим же путем советую тебе и настаиваю если нет значит ты себя исключаешь из числа друзей отец амбросий я встречал одного человека старец 92 года миссионер был при совете патриарха и он говорил так один отец еврей послал сына своего в москву учиться и сделал ему наказ такой сын помни мои слова если ты найдешь себе человека разумного и будешь жить в его послушании и советы брать у него ты будешь великим человеком а если ты будешь жить по своей воле погибнешь два их было друга и обоим было так сказано один значит полностью нашел меня и жил в моем послушании всегда все советы приходил спрашивать и он сейчас министр а тот запился и сошел с дороги игнатий лапкин коля не обидься ты сейчас присутствие батюшки ответь у тебя в настоящее время если духовник слова которого было бы для тебя законом конечно я не говорю о безумных и неразумных указах то есть любое что я сейчас говорю я представляю на общее рассмотрение николай шевченко нету таких ну игнатий тихонович я вот как-то и так смотрю на его методы и мне немножко страшновато такого духовника иметь я конечно знаю что мое пребывание здесь мне полезно но полностью под его сапог я боюсь игнатий лапкин видите какое выражение он подыскал у него все переполнено мирским ядом любое слово допустим я говорю иисус христос горько плакал апостолы стонали день и ночь плакали а коля читая йогу занимался этим слышал слышал слова слезы и сразу переворачивает а чего сопли распускать я говорю да слезная молитва высший дар который дает господь на земле ты пойми какая это радость омыть слезах душу не хватало еще слюни до сопли распускать вот его ответ отец амбросий слюни до сопли распускают те люди которые трусливые в этой жизни а это благодатные слезы это дар божий потому что кто плачет о грехах своих плачет от благодати а есть плачут от зла плачут от обиды плачут от потери здоровья или от потери богатства это горькие слезы гнати лапкин ты помнишь как я тебя спросил когда ты в одиночестве молился когда ты ночью или один плакал когда ты находил утешение слезной молитве ты ответил никогда вот это духовное состояние и есть лично я вижу почему тебе страшно это твоя плоть так как ты с теми делами знался я думаю это темная сила тебя и держит я теперь не только к твоему упорству это отношу темная сила одержимость тебя сейчас держит в этом и ты не видишь в первую очередь я тебя спросил сколько ты тратишь на питание рублей 50 60 я говорю а у меня работающего на самой трудной физической работе я землю долбил зимой у меня 9 рублей 80 копеек уходило а если семью кормить ты понимаешь что тебе крайне необходимо пересмотреть свою жизнь и отдать ее под твердую руку и может более твердой чем здесь ты не встретил бы я могу обратиться ко всем здесь гена как говорит мне тяжело но я понимаю что лучшие возможности исправиться мне никогда не будет на распусть на распустех упустить как я был у своего духовного отца кто как хочет десятки лет и юбку не могут зашить и губы обтереть пожалуйста я могу отсюда дмитрий дудко написать он примет тебя в число духовных чат но характеристику напишу такую преобладает у него эго непокорность и излишество во всем ты вот реши сегодня благоприятное время ныне это божие завтра говоришь рассмотришь это говорит дьявол он не желает чтобы ты сегодня исправился сегодня вечером ты умрешь во мнении людей даже ты останешься как человек с излишествами человек упрямство человек ехидство а ты нам дорог отец амбросий я скажу так по своим грехам таких людей как он игнати лапкин единицы остальные будут тебе пропотворствовать да ладно держи это все пригодится тебе еще будут давать даже побольше благодари и цени за это потом когда все очистишь себе вспомни скажи правильно сказали мне а я столько тяготил с этими мыслями сколько пыли сколько заботы игнати лапкин то есть я максимально тебе оставляю одну двадцатую часть не на счастье меньше а если ты по доброте своей можешь оставить еще меньше хорошо ящики все перед постарайся перенести на улицу чтобы стояли или ты сам понимаешь что с таким вот твоим непокорством практически получается так все люди которые здесь а сейчас буду всех спрашивать не правы обращаясь к володе добовскому тебе трудно общение что я тебе говорил заставил книгу федорова убрать и прочее владимир добовской да нет не трудно игнати лапкин но ты не желаешь чтобы с тобой кто-то общался или контролировал тебя или был более мягкий владимир добовской вот в том что вот жесткость внешне аскетизм в жизни мне это нравится а то что вот в отношении например к мирским людям такое какое-то отвращение игнати лапкин так и есть скажи ты из мира когда вышел если ты вышел год назад то знай что мир из тебя будет выходить еще 40 лет с трудом вылазить поэтому мое отношение к миру такое каким оно еще и не достигла тебя каким должно бы быть святые боялись один раз оглянуться чтобы не превратиться в соляной столб а мы сотни раз идем туда то поедем к своим то выпьем если встретимся с бывшей сожительницей можем и переспать а после на исповедь сходим ведь так владимир добовской нет ни в коем случае душа ведь тоже там игла игнати лапкин где владимир добовской в мирских людях души есть и они же образ божий носят себе и любовь тоже есть в них и прочее тут знаете надо как-то более тонко и на тела пен значит выхожу так на этот вопрос чтобы понять как обходиться с мирскими для этого нужно выполнить первое условие выйти из мира во первых познать как от на как относится к миру христос какими словами называет этот мир прелюбодейным и грешным нигде ни в одном месте не сказал иисус что в мире есть любовь хорошо а назвал прелюбодейный и грешный мир мир это разврат дружба с миром вражда против бога а кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу чтобы сделаться другом богу нужно сделать со врагом миру я еще не тот враг каким должен быть и поэтому то что у тебя было дорого в твои 36 лет и ты видишь я к нему так отношусь это практически я восстану против тебя это естественная твоя реакция вывод ты такой должен сделать я еще ни разу ни над одной душой не трудился у меня ни одного чада духовного нет владимир добовской почему это я не трудился я же общаюсь же с друзьями своими игнатий лапкин нет я не про это говорю трудиться это значит под контроль взять чтобы ты чтобы где-то трудился душа через тебя пришла к богу и ты о ней заботился нес ее на руках молитвы плакал они страдал в муках ее рождал разве было это у тебя владимир добовской ну допустим есть сейчас игнатий лапкин что есть владимир добовской ну неужели я не молюсь ни за кого игнатий лапкин я не про это говорю чтобы ты как апостол павел говорит мог бы сказать галатом 4 19 дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас христос то есть твое чадо духовное и ты видишь что заглатывается он миром тот над которым ты трудился ты этого не испытал да и некогда ты только что из подво извод крещения вышел это что в тебе этот протест это протест плоти вывод только один усилить любовь к богу отношение к миру пожалуйста покажи как общаться с миром мир это змея как ты с ней будешь общаться обращаться владимир добовской надо светом быть миру но нельзя такую физическую грань ставить игнатий лапкин какую физическую владимир добовской вот прям вот отвращение физическое это же отталкивает людей никак нельзя притянуть к себе чтобы приобрести души из мира прямо на даже более нежно так игнатий лапкин ты сейчас философствуешь у тебя склонность к философии мир приобретать и из мира приобретать ни одной души не приобретал ты только еще на словах когда побудешь с миром увидишь самое первое псалом 96 10 любящие господа ненавидьте зло мир переполнен злом это прелюбодеи мир прелюбодейный как христос назвал и отношение может быть только такое к нему ты увидел что душа склонна греху и должен сказать о том ей по-твоему надо говорить мир тебе рай только за тебя умер христос а нужно сказать вечный ад и мучений ждет вас если не покаетесь то все также погибнете все люди вместе взятые в очах божьих легче пустоты и чего мы там еще ищем мир ценится только за то когда мир обращается к богу в покаянии ценится другой цены миру никогда не будет не было и не будет владимир добовской я понимаю что вы говорите вы неоднократно это говорите но вот такое отношение когда вы говорите о том о другом о третьем да например о священстве и прочее вот так говорите говорите мне а я прихожу в церковь у меня же волей-неволей отношений к священникам не может быть любовные понимаете вот тут такое затруднительные в душе отношения извините даже благословение у отца николая принять например затрудняюсь игнатий лапкин так что ты о нем слышал об отце николая чтобы затруднялся ты владимир дворской ну в общем это в душе какой-то оттенок дает понимаете и гнатий лапкин какой оттенок конкретно ты видишь я подхожу к нему под благословение меня не затрудняет а тебя затрудняет владимир добовской а то что вы говорите все правильно все верно все по слову божию разложено по полочкам но какой-то тонкости душевной по моему я чувствую нету что ли игнатий лапкин только не исполнение ты ни одного дня еще ни одного дня ни разу нигде и ты согласись с этим не об одном священники не заботился и ты о них не плакал ты не с одним священником в близкие отношения не вошел и ты не знаешь какой с них будет спрос так и не пытайся быть патриотом священства когда видишь что через них пришла погибель на россию если это я говорю то всегда добавляю что благодать от них не отнимаю и к каждому из них прихожу так скажи конкретно владимир добовской возможно так игнатий лапкин все владимир добовской я только чувствую в данный момент я говорю вам может быть я не прав игнатий лапкин ну насчет того прав или не прав в любом вопросе нужно время нужен совет проверить себя по слову божию то есть по всем этим пунктам ты не сделал буквально еще ни одного шага а только то что осталось мирской еще разом и он не в один день обновиться для этого нужны будут годы и вот этим мирским разумом ты судишь духовные дела какие наши отношения к отцу николаю а такие что пришлось вести войну несколько лет и выбили с кровью и слезами две проповеди только на одно воскресенье этого достаточно и ты этим пользуешься будь благодарен каменистая земля требует всегда резкого удара и камень не разбивается только тем что я пойду и подойду и падаю на него нет я взял грех и великий рассуждая так со священниками но когда посоветовался с теми кто носит архиерейское звание они сказали но и таких чтобы увидели у вас что увидели у вас их всего примерно 4 на весь союз выдержим эту битву или нет владимир добовской и вот что я хотел еще рассказать вы строите на слове божьем всю жизнь и все у вас так распределено до мелочей и все вы хотите охватить умом своим все поставить на свои места и всем вот этим руководить и все учесть иногда у вас не получается естественно потому что человек не может все учесть играть всем держать и бывает срывы и то и другое и третье и иногда вот такие моменты бывают что как вам сказать вам самому тяжело наверное игнатий лапкин так скажи одно другое третье это уже конкретно и мне необходимо знать я человек конкретно срыв в чем где я же должен видеть если я это не заметил вот теперь ты будешь оказывать мне уже помощь давай владимир добовской и еще вот такое отношение несколько грубовато игнатий лапкин все это уже есть и ты говорил первое где срыв владимир добовской срыв ну к примеру возьму сказали фуражку постоянно носить один раз я вышел из поезда без фуражки вы сказали и я согласился потом вышел с фуражкой гляжу вы без фуражки идете у меня какое-то сомнение опять игнатий лапкин в чем сомнение тебе дано на исполнение ты пришел из мира вот первое в первом ты обличил себя с головы на сто процентов что ты нас начинаешь начинаешь уже лукавить лукавишь согласен с этим владимир добовской согласен игнатий лапкин давай второе срыва никакого не было владимир добовской ну насчет отношения такого постоянно резкого может быть это полезно так и надо потому что работа такая игнатий лапкин нет не вы не об этом ты обо мне сейчас скажи где второе первое оказалось недействительным владимир добовской я не говорил 1 2 3 я просто сказал вам что чувствую вот так вот и вот это отношение мне кажется вас убери мы друг с другом не сможем жить чтобы мы любовью скреплены были потому что друг друга начнем также игнатий лапкин вот если бы ты сейчас был в послушании вы это только один мы сейчас беседуем о послушании в тебе послушания сегодня нету когда над тобой твердая рука и все ты говоришь выявлено по священному писанию и так чтобы не было излишнего то ты скрипя сердце соглашаешься только потому что у тебя есть еще нужда ощущаешь ты нужду во мне он сейчас его сейчас батюшка наставляет собралось нас хоть пол ста человек никого не желает слушать между собой то вы как договоритесь если я выверяю по слову божию то ты выверяешь еще по мерзким своим забором тебя выверять абсолютно не почему еще ты сам себе и вывел так ты стремись меня завтра заберут ты сегодня стремись во всем покаяться приди в послушание духовные если я для тебя являюсь духовным если ты от меня услышал слово божие я тебя от купели восприял то где твое послушание владимир добовской слово божие я не от вас уже слышал игнатий лапкин не от меня ты услышал но кто тебя от купели восприял владимир добовской вы игнатий лапкин кто тебя привел в церковь рассказал что означает это владимир добовской это и до вас было игнатий лапкин но что ты вне церкви был вне церкви оставался опять же за про то речь идет владимир добовской а но я пришел к вам сам игнатий лапкин но где бы ты ни гулял не ходил а родился ты здесь в конечном счете я уже тебе пред богом и пред священником отвечать буду значит ты должен проявлять проявить абсолютное послушание где оно это послушание ты только обсуждаешь а когда дошло до обсуждения обсуждать оказывается нечего владимир добовской вы же сами спрашиваете что я восприял воспринял как и что вызывает у меня внутренние такие вот иногда противления игнатий лапкин в чем противление в нежелании смириться владимир добовской возможно игнатий лапкин значит вывод только один начинай немедленно с сегодняшнего дня пересматривать свою жизнь ты жил в мире без послушания сегодня такой благоприятный день начать послушание фуражка сказали брать ах какая трудность владимир добовской это мелкие проявления игнатий лапкин например и он всплыл а почему мелкий потому что крупного ничего нет бог меня ризой любви покрыл и вы наготу не видите я грешнее вас в сто раз но вы не видите и поэтому выискиваете то про фуражку сказал взять ее а я не знаю что еще сказать чтобы потому что мы не в одном доме живем но мне хочется чтобы вы привыкли что над вами есть контроль над вами есть отеческий досмотр внезапно ты ко мне приносишь книгу которая ведет в ад я тебе говорю книга не нужна ты же начинаешь разные доводы приводить я теперь должен тратить на тебя время а хотя одно слово только мановение и книга должна исчезнуть у нас идет борьба и чтобы ваше сознание не вливалась эта мерзость который вы наполнялись по 30 лет а вы еще заставляете тратить время на какие-то доказательства ты в армии почему не требовал доказательства владимир добовской игнатий технович ведь 30 лет наполнял наполнялась мерзостью потом в раз и все выхватили игнатий лапкин а как владимир добовской ведь я же искал эти 30 лет не 30 а хотя бы 10 лет я искал игнатий лапкин хорошо 10 лет что ты искал ты вышел из мира за эти 10 лет ни из какого греха не из разврата ты не вышел ни из пьянки не вышел ни из чего что твои искания были они не искренне твои искания были владимир добовской как это не вышел я из разврата из пьянки игнатий лапкин вышел за 10 лет вышел владимир добовской я курить бросил сам без вашей помощи игнатий лапкин хорошо до этого в незаконной связи был, Владимир Добовской, но, Игнатий Лапин, это разве в один день бросается? Когда услышал ты Слово Божие, почему раньше ты не услышал его? Почему никто тебе не сказал, что есть ад? Змея, которая на груди твоей пригрелась, почему должен был я указать тебе на это опять? Ни баптист, никто тебе на это не указал. Почему? Да потому что прелюбодейный мир захватил их, и люди, называясь верующими, на самом деле прелюбодеи. Владимир Добовской, это дело сложное, Игнатий Лапкин. Сложное? Да, это очень сложное. Чтобы Богу сердце целиком посвятить, надо помнить одно. Ум держи в ааде, ибо сегодня ты умрешь. Во-вторых, за тебя умер Христос, небо оставил. Так ты уж не держись, не цепляйся за грех, Владимир Добовской. Я не держусь. Я говорю, готов к послушанию, но я говорю, что эта форма слишком какая-то грубоватая, Игнатий Тихонович. Игнатий Лапкин. Так ты не подыскивай форму, понимаешь, нет? Я ее выискиваю. По воле судеб мы встретились, это по воле Бога. Если ты конкретно уже будешь заявлять, что для тебя это не подходит, то несмотря ни на что, всю вину ты берешь только на себя. Отец избирает метод воспитания, но не сын. Никогда сын не избирает для отца. Папа, ты меня вот так воспитывай, а я тогда посмотрю. А сыну нужны воля, свобода, чтобы его не зажимали. А с сыном как поступать? Очень грубо. Не жалей розги, сокрушай лебра, пока молода. И ты очень молод, поэтому я делаю все возможное, чтобы сокрушить сейчас твои рога и лебра. Ну, батя, подскажи вот им. Это еще молодые, упрямые тельцы. Отец Амбросий. Надо все постепенно. Игнатий Лапкин. Постепенно захряснет оно так. Отец Амбросий. Сказано, что мясом их не кормить, молочком только. Владимир Дыбовской. Если наркоман попадает в руки врачей, то их сразу же не отрубают от наркотиков, а снижают постепенно дозу. Игнатий Лапкин. Это мир. Отец Амбросий. Это неправильно. Скажи, как лучше? Руку отпилить или топором отрубить? Игнатий Лапкин. Это сатана говорит только постепенно. Вы сатанинские методы хотите навязать верующим? Владимир Дыбовской. Почему? Это к человекам применяют, а не к сатане? Игнатий Лапкин. Сатана к человекам применяет. Бог говорит ныне, а сатана говорит постепенно, в течение длительного времени. Владимир Дыбовской. Вот еще я хотел сказать. В отношении сразу к людям, вот вы сказали, что первый раз мы встретились с вами в электричке. Час поговорили, и вы оттолкнули меня этим. Вот именно таким этим резким отношением, обращением к миру. Вы меня оттолкнули. Игнатий Лапкин. И сейчас тебя оттолкивает это? Владимир Дыбовской. А сейчас, ну как, осталось тоже вот это резкое. Но я понял, что тут истина. Я и пришел сюда. Я уже поворащавшись среди людей таких, среди баптистов, узнав через них, что вы имеете информацию такую, я тогда пришел к вам, нашел вас и вернулся. Игнатий Лапкин. Заметь, что два года ушло на то, чтобы ты все-таки смирился чуть-чуть, чтобы достаточно вот этот метод проник в тебя. Я если бы я обращался с тобой ласково, я бы на общем фоне серости промелькнул, ты даже на мне бы минуты не задержался умом. Владимир Дыбовской. Позвольте еще. Ведь говорю, что вот сам на себе испытал, что как мирских людей вы можете привлекать к Господу. Можно кого-то действительно, так как вы говорите быстро, и кто-то обратится, придет. Но ведь люди мирские, совершенно далекие. Насколько они отдалены. Вы сами-то из семьи верующих, а я совершенно из неверующей семьи. Я знаю, как я восприял религию. И если так тащить, прямо схватить арканом и волочь в религию, то просто оттолкнуть можно. Оттолкнуть, и еще боль и антипатия возникнет. Игнатий Лапкин. А не хотите ли и вы уйти? Кто эти слова сказал? Я тебе предлагаю еще один момент для наслаждения души твоей, но для дальнейшего покаяния в этом. У отца Дмитрия видел как? И говорят, ты бы нас всех привлек, если бы по-другому сказал. То есть, они ждали другого. Нам всем стало понятно, и вы поняли не так. Когда пришла к нам московская интеллигенция, они сказали, что не все пришли, потому что каждый год одно и то же говорите, что надо отстать от того-то, надо идти всем проповедовать. С другого вопроса заехали. Ну, тоже им это не понравилось. То есть, все ищут по себе. Владимир Дыбовской. Однако, я скажу, это касается и москвичей. Разговор был. Вы хотели высказать то, что и мне нравится, и я с вами согласен вполне. Игнатий Лапкин. В разговоре с москвичами ты их понял. Владимир Дыбовской. Но вы таким манером начали говорить им, не учитывая, что за люди сидят там. Какие? Что за души у них? И вы начали говорить. И это их оттолкнуло. И не дали вам даже договорить всю истину сказать. И все, что вы хотели высказать, вы не смогли высказать, потому что они сразу воспрепятствовали. Потому что они не могут снести такого обращения. Прямо выскочил и начал. Понес чуть не матом. Игнатий Лапкин. Шалишь? Так, спросим, что подобное было. Ты рядом был. Нет, я не скажу так резко. Вообще надо бы знать, что какое бы дело ни делалось, во всем есть отпечаток личности. Отец Амбросий. Я скажу. Хотя мало с народом имел общения, ну, может быть, уже миллион прошел. Скажу так, что у отца Игнатия психика очень тонкая. И я скажу, на редкость и необычная. И поскольку он пропитан духом евангельским и духом Христовым и духом Златоуста, он считает себя во всем правом. Многие мирские люди, они не подходят под категорию Иоанна Златоуста и под категорию Евангелия. Поэтому кажется дико. Я знаю много священников, которые знают, что люди сейчас больные, души все раненые. Если их сверхней полки крыть, они их не поймут. Но надо выбирать такой народ, с которым можно и где-то ласково поговорить. А где-то нужно и сверху. То есть нужно быть психологом. А у него душа тонкая, пламенеющая. Он все воспринимает быстро. Это моя оценка. Игнатий Лапкин. Вот что, ребята. Может и не так что-то. Со стороны. Вот я посмотрю на народ. Ищут все к себе какие-то подходы. Иоанн называет это духом советизма, развратом. Нигде никаких подходов ни Иоанн Креститель, ни пророки не делали. Они вставали и гремели. Иоанн Златоуст говорит. Может я слишком строго обращаюсь с вами. Дай Бог, чтобы на суде мягче обращались. Какой подход может быть к человеку и у кого самый хороший? Только у Христа. Как он с ними общался? В тот самый момент, когда хотели его сделать царем, он вдруг сказал парадоксальные слова, которые оттолкнули всех. Ученики могли бы сказать наедине, Господи, а мы думали, что ты воцаришься и весь народ за тебя. Жалкая кучка теснится, 12. И? Не хотите ли и вы уйти? Не надо подделывать под себя Евангелие. И нужно думать так. Изранен я? Я пришел ко врачу, ко Христу. Чем строже с меня будут взыскивать, тем лучше будет. Тяжело в учении, легко в бою. Почему праведники? Ни один не искал этого мягкого отношения к себе. Наше советское православие только ищет льготы себе. К батюшкам идет, она перед ним. Батюшка, позволь мне молочка поесть. Ищут облегченных путей, диванную религию создали себе. Нет, братья, не то мы ищем. Узкий, тернистый путь. Решите, чтобы мы шли, сгорбатившись сколько дней. Нас в пустыню надо сорвать с нас все эти джемпера, выбросить из комнаты в пустыню. За Марию и Магдалиной послать. Годны мы? Отчитаем жития святых и лицемерно молимся. Лицемерие. Чествование святого в подражании ему, говорит Златоуст. А мы скольким святым молимся? Кузьме и Демьяну мы не имеем права молиться, потому что они бессребреники. Девственнику и Иоанну молимся? А сами даже в замужестве, как не в замужестве. Все время путаемся в развратных мыслях, соблазнительных картинках и представлениях. Так спрашивается, чего же мы ищем? Не нравится? Пожалуйста. Не хотите ли и вы уйти? У меня эти собрания уже были такие. Закончилось тем, говорят. Поступай с нами еще строже. У меня уже были такие суды. Услышал ропот, всех собрал. Давайте, судите. Избрал прокурора, судью и адвоката. Защитника не надо. Защитникам будет Слово Божие. Библию на стол. Ты скажи так. Я столько лет шел. Вот на твоем месте я как бы поступил. Я искал учителей себе самых строгих, более строгого, чем Александр Иванович, и никого еще не нашел здесь. В тот день, когда я приехал в Новосибирскую область, он в Искитиме был. Не прописываться не стал, ни квартиру не стал искать. Я сразу полетел к нему. И не жалею ни одного дня. Благодарю Бога, что по мне проехалась эта колесница. Самый благотворный след и добрые воспоминания остались. Видел я вот эту расхлябанность во многих местах. Очень хорошая. Я могу только сказать, если мы в тягость друг к другу, то есть возможность подать заявление на развод, но только с вашей стороны. Комната остается за мной. Владимир Дыбовской. Но я об этих крайностях, конечно, не говорю. Я просто выразил то, что я чувствовал и какое отношение. А то, что я вас выбрал в наставнике, я благодарю Бога за это. Потому что именно этот режим подходит мне. Жесткий режим. Самый жесткий. Потом я благодарен вам и до смерти буду благодарить, что получилось сразу столько информации. Отец Амбросий. Он вас палками не бьет? Владимир Дыбовской. Ну что вы. Это все нормально. Игнатий Лапкин. С чего ты взял, что начали там чуть ли не с матом? Я могу сказать, упрек позорный для меня. У меня этого даже и в мире не было. Владимир Дыбовской. Ну я почувствовал это, когда вы начали говорить, и по-моему все почувствовали присутствующие. Игнатий Лапкин. Не почувствовали. Я скажу, что от рождения мой язык единого мата еще не сказал, даже в мире. Но наши отношения сейчас прежними уже не могут быть. Я только скажу, ко всякому, кто недоволен, я ужесточаю меры. Еще жестче буду поступать с тобой. Владимир Дыбовской. Ну, дай Бог. В общем, это я сказал потому, что там еще нейтральные люди были, которые высказали то же мнение. Игнатий Лапкин. А нейтральные люди эти, не нейтральные, потому что эти люди, они, она пришла с такими когтями, ее и задело, конечно, по неволе. Если она накрашенная, а я говорил про краску, она и сбеленилась. Если стал говорить о табакурах, а настоятель, отец Александр Мень, говорит, что можно курить, греха нет, то, конечно, табакуры, все сразу спичками загремели поджечь меня, это естественно. Владимир Дыбовской. В таком случае надо было просто сказать, подготовить публику, что, мол, оратор своеобразный, и будет говорить таким-то, таким-то тоном, и все. Игнатий Лапкин, нет, не надо подготавливать. Отец Дмитрий говорит, если ты, Игнатий, хочешь обличить, начинай обличать их или меня. Я говорю, отец Дмитрий, с вас начну, раз вы дали слово. Он мне даже две с половиной минуты, я по часам смотрел, не дал. Больше, говорит, я тебе не дам ни слова. А я даже и не начинал, я только хотел сказать, и при том в защиту его, но он от страха лишил меня всего. Я только хотел сказать, не играйте в спасение, в христианство, Библию положите в алтарь, и паутину не плетите вокруг этих столбов. И все взбеленились сразу. По любому вопросу посмотри, все философы, как и сколько могут они мыслить. Действительно, брат сказал, лучше дров бы накололи за это время. Если были на квартире, где стал говорить, то хозяйка не подходит. Почему? Михаил сказал, она ни одного дня еще в жизни не постилась. Она понятия о посте не имеет. Он пьет, сам хозяин. При нас не пьет, но он согласен, что если спасаться, то так и нужно идти, как я говорю. Потому что он может и поститься, и душа его более открытая. Видел? Владимир Добовской. Я хочу сказать, из грязи человека вытаскивать, не резко за голову его схватить и дернуть. Можно же голову оторвать сразу же. Игнатий Латкин. Нет. Так не выдергивается. То есть, здесь добровольность показывается. Но не вытаскивать его 40 лет, Владимир Добовской. Действительно нет. Игнатий Латкин. Вытаскивать в течение одного дня. Так вот, в течение одного дня, во время одной беседы, можно вытащить из любой грязи. Но дело в том, что они даже попыток не сделали вылезти из этого. А что резко, то представь себе, что мы сейчас говорим, и не дай Бог, и оборони Господь и все святые, и ангелы, и Матерь Божия, чтобы кто из нас оказался погибшим. Но если окажется, что недостаточно у нас масла в светильниках, и мы за дверьми окажемся, то я слышал такое выражение. Кровавыми слезами будут плакать и кричать проповедникам и наставникам. Почему не заволосы нас тащили к спасению? А Иоанн Златоуст говорит, устрои драку, даже если ты видишь, что он удаляется от истины, и скажи. За благочестие. Слышишь хулить или ударь по устам его. И скажут, такой кроткий христианин затеял драку. За что? Ну если царя поносят, и ты встаешь на защиту царя, разве не получишь от него награду? А ты за имя Отца Небесного восстал. Я благодарю Бога, что, обратившись в тот день, я понял. Игра окончена. Мосты сгорели. Если как попало, значит никак. Отец Амбросий. Христос говорит. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И в то же время берет кнут, и пошел гнать всех подряд. Игнатий Лапкин. А впереди говорит. Гиенна и червь неусыпаемый. Поставил предел. Отец Амбросий. Курящего льна не угасил. Тростинки не надломил. Игнатий Лапкин. Курящего льна не угасил, а показал пример будущим нечестивцам. Превратил Содом и Гоморру, и окрестные города в пепел. А льна курящего не угасит. Где? А когда пришло время? А ныне? А ныне? Ныне, вот говорит, вот Господь показывает. Ныне день благоприятный. Ныне день спасения. Итак, бегите, чтобы получить. Бейтесь не так, чтобы только воздух бить. Смиряйте и порабощайте тело. Душу твою чем оскорбили? А душа вообще ничем не должна оскорбляться. А тело? Тело, конечно, и застонало. Где было несогласие конкретно, резкости какие-то, скажи, что вопреки Евангелия было, где на погибель души. А если этого нет, то две руки положи на уста и скажи, Господи, дай мне воспринять сегодня и сегодня исполнить, ибо завтрашний день не мой. Отец Амбросий. Отец, прости меня, я скажу так уж о себе. Какое у вас воспитание здесь и какое послушание по сравнению с монастырским, это ничто. Там в пол пятого подъем, в пять часов, как на штык, как штык на молитве. И в пол первого кончается. И идут на черные работы. Вечером богослужение, после богослужения еще послушание до часу ночи. И в пол пятого подъем. И так изматывают на нет. И не только там работа, а там и отругают, и отчистят, и того, и другого, и третьего. Так вот приезжающие ребята побудут недели две, они уже стянают, и многие убегают. Не подравниваются, не подходят. Игнатий Лапкин. Ну, а им сказали бы, создадим для вас отдельную какую-нибудь устав Минорецкий по облегченному режиму. Отец Амбросий. Вот скажу, не в похвалу, а во славу Божию, что, когда бывает праздник большой, на исповедь приходит столько народу много, и духовник, и те, которые стараются по страху Божию, с утра до вечера и не остывает тело. Одежда не высыхает, мокрое все, и народ идет на исповедь, все толпятся, тоже мокрые. И это бывает дня три-четыре. Приходишь домой, спать хочется, весь усталый, разбитый, а есть уже не хочется. Ляжешь спать, будильник мешает спать, то есть психика уже до предела накаляется, приходится накрывать его подушкой, чтобы не мешал уснуть. Так что я вижу, что у вас здесь особого послушания такого и напора нет, и чистки особой нет. Игнатий Лапкин. Астонут много. Отец Амбросий. Это Биэс Астонут. Ребята хорошие. Я думаю, что, чтобы Господь дал, они жили в послушании, да? Что неизвестно, в какой час Господь нас позовет. И я думаю, что вот эта строгость, она поможет в жизни во многом. И придет час смерти, будете благодарить Бога и Его. А все то, что было послушанием, какие-то были трудности, все это где? Все ушло в прошлое. А что будет, неизвестно. Какое там послушание? А сейчас мы с вами стоим в тепле. Брюхо сыты, что нам еще надо? Игнатий Лапкин. Отче, самое главное, заметьте, какой свободой пользуются. Считают, что я вроде чему-то их учу, и в то же время каждый приходит, судит, каждый поносит, каждый сопротивляется. И считает, что... Отец Амбросий. Так что, ребята, выбирайте одно из двух. Работать Богу над собой для Царствия Божия, или же в рудниках бесплатно солнца не видеть. Как лучше? Владимир Дубовской. На каких рудниках, отец Амбросий? Ну, придет время, заберут на рудники, куда-нибудь шахтовые, и солнца не увидишь, Игнатий Лапкин. Сегодня бы сказал тебе расстаться с книгами, и не двадцатую часть оставить, а ни одной, или в рудники идти до конца жизни. И представь, что сегодня умрешь, и все с прахом пошло. Родственников никаких нет. Все эти макеты, все это мы выбросим в один день. И кроме сожалений, ничего не останется. Ты вот сейчас сидишь, но расслабься и скажи, Господи, войди в меня целиком. Что говорится сейчас, больше говорится не будет. Я к этому возвращаться не буду, ибо и раньше того не говорил еще. Не было более подходящего момента. Я не знал, что отец Игумен Амбросий сюда приедет, и будет такая нам духовная помощь оказана. Что за тысячи верст Бог пошлет к нам человека, который не будет нам потворствовать и потакать. Но что тогда дальше? Что осталось? Ты вот сейчас конкретно прими решение и выполни его. Это будет начатком того пути, на который желаем встать. Плоть всегда противится духу. Я бы выслушал вас, все мог принять, если бы вы меня упрекнули в искании чего-то. Но я от вас, свидетель Бог, никакой корысти не получил и не ищу. И может быть, кроме позора от вас, ничего не получал еще, до упреков. И вот при людях, отец Амбросий, отец, это самое ценное, Игнатий Лапкин. Благодарю Бога, поэтому я даю понять, чтобы не надмевались этим, отец Амбросий. Они дают тебе, чтобы ты не гордился этим, Игнатий Лапкин. Слава Иисусу, отец Амбросий. Если они будут хвалить тебя, гордыня вырастет, а свои дети и смиряют отца, Игнатий Лапкин. Я понял сейчас, что если монастырей не будет, и вера Христова прекратится. Благодарю Бога, монастыри были и остаются для нас примером и непререкаемым авторитетом. И помощи вот такой, не знаешь, кто выскользнет из монастыря, чтобы нас маленько поддержать здесь. Впервые меня поддержали, как вот в вопросе с женой. Оказывается, надо ее и требухой называть еще? Да принародно. И чем больше народа, тем лучше. Я 15 лет ждал этот момент. Может вообще никак не назову, но зато ей дано понять. Конечно, вы друг другу не помощники. В этом вопросе надо трудиться и не откладывая. Как священник на исповеди говорит, если кому не простили, то сейчас, находясь здесь, простим. Так и здесь. Чтобы не успели сделать, сейчас решится сегодня сделать. Часть вещей, которые думал везти, можешь в руке унести, а остальную в овраге утопить. В приемном месте у Ксении Ивановны изорвем книжки какие, и только малую часть увезешь. Какие доски, что мы можем перевезти или оставить ей. Сделай благо это своей душе. Мне от тебя ничего не надо. Отец Амбросий. На первое место книги или спасение? Игнатий Латкин. Вот поставь так эту дилемму. Разреши сейчас. И представь, что это не наша прихоть. Мне от твоих книг никакой пользы-то нет. Я ни одной не возьму. Отец Амбросий. Так Бог требует. Игнатий Латкин. А вот всем кажется, вот говорит человек, откуда я уверен, что через него Бог говорит? Так откуда уверенность есть, что через священника мне Бог отпускает грехи? А послушание, смирение где твое? Но во всяком случае, если ты оставишь книги, то останется твое Я. Ни с какой стороны не тронуто, не обтесанное. Так как ты будешь идти дальше? Отец Амбросий. Христос сказал апостолам, что бросьте сети, идите за мною. Игнатий Латкин. Ну, а мы бы начали говорить, я поплавки обрежу, грузилы в свинец, перелью на дробь. Отец Амбросий. А они все бросили, пошли. Не стали даже сворачивать. Беспрекословное послушание. А я думаю, что вы, ребята, добрые, в вас еще силы духовные не растращены. Можете еще себя взять в руки и быть настоящими, живыми христианами. Потому что дохлых очень много. А живых мало. Я думаю, нет другого такого наставника. И только благодарите Бога. Вы еще не видели других наставников. Это все временно. А потом случись какая беда. Его с вами не будет, вы будете жалеть. Николай Шевченко. Правильно, согласен, отец Амбросий. Будете только говорить. Ой, Гнашка говорил. Вот так надо. А мы не делали. И сами будете другим это же передавать. Я точнее скажу, это школа барнаульская. Вы ее впитайте в себя, воплотите. И потом другим передайте. Николай Шевченко смеется. Что-то кажется, если я когда-нибудь осмелюсь, Игнатий Лапкин, запомню. Я тебе запрещал делать вот эти движения. Ужимки разные. Передразнивание. Про кого бы ты ни говорил. Начинается так лунада. Это грех мира. И ты не можешь отстать сейчас. Локтями кого бил, где? Притом, где были, находили наставников в монастыре. И со всеми познакомил. Провез по местам, никого от вас не утаил. Где изберете лучше? Мягче, пожалуйста. Из рук на руки могу передать. Нет, все тянутся опять сюда. Но если ты сюда тянешься, за этим сюда пришел, приехал, То уж ради спасения души смирись. Притерпи, потерпи эту немощь нашу. Ты посмотри, плоды какие будут. Ты еще не начинал трудиться, а говоришь, не растет то, что есть. Так не растет это из-за почвы. Семя-то сеется, а почва-то каменная, отбрасывает его. Но и вода от раскаленной плиты тоже отлетает. Отец Амбросий. Когда благодать Божия коснется их сердца, Тогда они будут сильны и крепки духом. Николай Шевченко. Ну, я не знаю. То, что я сейчас делаю, допустим, вот здесь, Хотя я, может, путаюсь под ногами, Но сейчас вот сидим мы здесь перед микрофоном, Нас заставляют думать. Это время полезно, но мы сидим сколько, А остальное время я мог бы тут и не находиться, А день-то прошел, Игнатий Лапкин. Так от кого это зависит-то? Кто желал научиться, приходил, А в свободное время трудился. Я тебе напомню, Когда мы собирались трудиться где-то на базе, В течение недели по 200 рублей заработали. Ты протолкался из угла в угол. Ты себя снова обнаружил. Эта самая гордость с рогами опять выползла. Ты ни рубля не заработал, и кроме огорчения ничего не было. А потом уже хватился. Я звал, и видя твое пренебрежение к нам, ко всем, и к самому себе, Я продолжал звать. Ты так и не пришел. Вспомни. В каком месте ты оказался с нами? Где? А вот у них есть, а у меня нет. Почему тебя нету? Спрашиваю Миша. Коля спит. Вечером спит. Утром лежит и спит. Да в конце концов, проснется он или нет. Огорчение. Ксения Ивановна с ведрами ходит по огороду. Коля лежит, спит. Так от тебя зависело встать и работать. Раньше ко мне прибежать на молитву вместе. Я поехал. Сколько поездок было сделано? Ты ни разу не пришел и не сказал. Я желаю поехать тоже. Николай Шевченко. Я пока не рассчитался с работой. Я не могу никуда поехать. Игнатий Лавкин. Видите, сколько причин. В первую очередь он три работы взял и тратит деньги на пустое. Из долгов не может вылезти при трех работах. Отец Амбросий. У нас вот так. У моих чат. Конечно, много приезжает. Мы беседуем с ними. И порой приходится при всех ругать. Некоторых ругать. Или же всех ругать. Все как один молчат. Знают, что они виноваты. И когда кончатся беседы, говорят. Спаси, Господи, батюшка. Вы нам почаще давайте таких пилюль. Потому что мы слабеем. Когда всадник садится на коня. Едет. И конь уже спит дорогой. То когда он шпорами поддаст его. У него вся лень отлетает. Он прямо весь поднимается на дыбы. Летит со всей силы. А так уже совсем ослаб больной. Так уж пусть ребята благодарят. А какие есть мысли внутри. Враг навевает. А нам кажется, что это наши мысли. Вы откройте. Скажите. Вот такие у меня мысли. Николай Шевченко. Это мы и делаем. Отец Амбросий. И надо достигнуть того, когда он вас чистит. И чем сильнее чистит. Тем лучше. Да вы это не принимайте к сердцу. Но в голову берите. Запоминайте все. Но чтобы раздражения, обиды никакой не было. Даже должно быть так. Он чистку дал добрую вам по-христиански. По-настоящему. Взял по шее надавал. И пинком вытолкнул из двери. И скажет, чтобы ноги твоей не было. А ты приди на другой день и скажи. Отец. Хоть убьешь. Но я от тебя никуда не уйду. Вот так. Вот ты взял меня за руку. Веди до царствия Божия. А на пути не бросай. А бросишь. Отвечаешь. Вот так надо делать. На пути спасения только так. Иначе нельзя. Николай Шевченко. Еще мне за него нести ответственность. Ее может быть у него и так не хватает. Поскольку он молится или что-то еще. Отец Амбросий. Вот посмотри. Требуха стоит. Молодая требушина. Ведь она тоже потихонечку терпит. Ну а потом ее ласковыми словами. А ведь есть знаешь как чистят. Ууу. Все кипит. А он еще спокойно. Он просто в евангельском духе. В златоустовском. Тра-та-та. И пошел. И все. А тут бросает все слова. И в шею дают. Перед всеми обличают. Ребята-то хорошие. Игнатий Лапкин. Да. Хорошие. Надежда Васильевна Лапкина. Жена Игнатия. Я старалась оправдать то, что если человек любит живопись, хочет выучиться этому, то он должен сначала руку набить. Пусть он сначала выучится этому. Ему все это необходимо. И книги необходимы по искусству. И эти горшки, что он приобрел. Потому что я сама по себе знаю, когда я увлекалась рисованием, что это необходимо. Сначала человек должен научиться, а потом уже какие-то крупные вещи рисовать. И то, что с него требуют иконы, он должен сначала более простые вещи научиться рисовать. А потом уже за иконы браться. Но видя все, что это тяготит и отвлекает его, и он не может так усердно припасть к этому делу, то думаю, ради спасения души лучше всего, действительно, пока не поздно. Отец Амбросий. Четыре книги иметь и достаточно. Надежда Васильевна. Да. Или малое количество иметь, потому что у него вот времени недостаточно. Видимо, заниматься рисованием как должно. Потому что здесь нужно духовными делами заняться еще. Или кому-то что-то помочь. Если этим увлечься, значит другим помощи не будет от него. Или он не будет над собой заниматься как должно. Или то, или другое. Что-то одно из двух. А совместить то и другое, мне кажется, очень трудно ему, что ли. Игнатий Лапкин. Твоя ошибка вот в чем, Надя. Что ты начала говорить и сразу поставила слово, которое всех вело в заблуждение. Вот с Коли требуют иконы. С него никто ни одной не требовал и не видал. Надежда Васильевна. Нет. Просили то подправить, то нарисовать. Но природа, допустим, я видела его эскизы. Прекрасные вещи у него есть. Но еще не в таком совершенстве. И не достиг того, чтобы рисовать иконы. Игнатий Лапкин. Надя, ты понимаешь, что мы играем в жизнь вечную? Надежда Васильевна. Ну, если с позиции вечности рассуждать, то, конечно, нужно все это оставить. Игнатий Лапкин. А с позиции горшка, если рассуждать, то, конечно, все это правильно. Надежда Васильевна. Все оставить и заняться как должно. Пост, молитва и изучение Слова Божия и приведение душ ко спасению. Игнатий Лапкин. Да, Надя. Нет этого ничего. Понимаешь, что невозможно. Соблазн для всех. Верующий идет в узкие врата к Царству Небесному и за собой тащит то, что никому не нужно. И только в тягость. Тем более квартиры нет, жены нет. Надежда Васильевна. Правильно. Но соблазнов, знаешь, у нас очень много. Один коврами увлекается, другой еще чем-то. И каждому нужно то или другое отсечь. Игнатий Лапкин. Ты Колю любишь, как человека, как брата, Надежда Васильевна. Да, я желаю спасения его души, Игнатий Лапкин. Ты словами никогда вуаль никакую не плети. Может быть, в недостаточной степени. Таких слов в Евангелии нет. Никаких достаточной степеней. А написано всем умом, всем сердцем, всею душой, всею крепостью, всем разумением. То есть, что у тебя есть? Средство на дело Божие. Не десятина, Тавид говорил, три десятины отдавал. А нам нужно оставить одну десятину на пропитание, а девять десятых отдать Богу. Да если и все отдашь, то и тогда ты должен пред Богом будешь. Ты сама подумай. Жизнь в таком состоянии нам провести, и на склоне лет к Богу прийти, и как попало работать? Позор. Кроме позора мы ничего в жизни не оставим. Начинаем еще мухлевать и лукавить пред Богом здесь. Всю жизнь по блевотине пробродили, а теперь начинаем еще вилять из стороны в сторону. А Павел говорит, бегите, чтобы получить. Бегите. Да как бежать, если уже одышка взяла? Я, может, уже папирос выхвалил в вагон. Куда бежать-то? А грехи куда деть? Надежда Васильевна. Да, это для каждого из нас. Это каждого касается. Игнатий Лапкин. Зачем ты эти слова говоришь, что может быть в недостаточной степени? Ты скажи, не начинали этот путь, и сегодня время благоприятное. Ныне день спасения. Какого? Спасение от всех твоих ненужных вещей. Добавь. Надежда Васильевна. Нужно оставить, как мытарь оставил все. Игнатий Лапкин. Будешь ты художником, не будешь. В царстве небесное Рембратт, может, никогда не попал. Репин в аду кипит, если он Богу не угодил. А на эти картины сегодня люди приходят и глазеют. И ни один человек не обратится. Вера от слышания, а не от глазения. Надежда Васильевна. Но это его желание. Николай Шевченко. Я против картин, которые пишут для музеев. Это извращение. Игнатий Лапкин. Ты сейчас пойми, что если ты образ Христа не напишешь в сердце, ты в ад пойдешь навсегда, навеки. Ты родился для того, чтобы на небе быть ангелом. А мы начинаем еще только-только мыслить, что идти или не идти за Христом. Идти или не идти так, как велит Он. А не идти, как Он велит. То есть, бежать по склонам. Если вовремя этот участок не пробежишь в горах по склонам, будешь расстрелян на пути, как ненужный. Так что ты с собой возьмешь? Солдату и иголка тяжела в пути. Да если помнить, что мы еще столько времени упустили. Да надо пенсию зарабатывать. Да жить придется на пенсию в 15 рублей. И как мы воздыхаем, потерянное время ищем. А для Царства Небесного гнилушки принесли. Да еще эти гнилушки начинаем намазывать ложью. Позор. И время на это тратим главное. Уговариваешь, как малого детятку. Ты брось это, Коленька, давай в Царство Небесное. А то время-то коротко, не пролезем, не успеем. А Слово Божие как говорит? Пророк подлаживался под всех. Он встал. Гремел, говорит, и голова мира над пропастью склонилась. А помнитесь, время кончилось. Иеремия 8 глава 20 стих. Прошла жатва. Кончилось лето, а мы не спасены. Пророк прямо говорит, а мы не спасены. Вот тогда мы его запьем. Эти краски, они здорово горят на огне. Я видел, как корабли в море горят. Мы огонь сегодня под собой гиенский разжигаем и не видим. Да что это за уговор такой? Я куда пошел? Почему Христос не советовался ни с Отцом Небесным, ни с кем, ибо они едины были в воле? Псалом 39, 8, 9. Тогда я сказал. Вот иду. Свитки книжным написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Почему святой апостол Павел и Златоуст оставили все? И когда читаешь их произведения, труды, истину их, то видишь. Никого для них не существовало, один Христос. Вот статуя. Сегодня за одну эту Афродиту блудную и за Венеру миллионы отдают государства. А он их оценил как? Город, наполненный идолами. Он стал прямо говорить о Христе. Но мы не знаем, может это богатырь ростом был. Он не понимал никакого искусства. Мы даже не видим в речах его хотя бы намека на то, чтобы он любовался даже природой. Все затмил для него образы Иисуса. Что это мы думаем сегодня, о чем рассуждаем? Айвазовский рисовал море. Три тысячи картин. А может больше? Греков рисовал все баталии, как Верещагин. Но если не выиграл битву с Сатаною, с плотью, с миром, если ты попадешь в озеро Огненное, а не станешь на том море, которое в вечности будет как стекло, смешанное с огнем, какая тебе польза от этих картин? Весь мир приобрети, захвати все под себя. Ты начальник будешь сегодня всех библиотек мира. Ты художный, красник которому нет. Ангелы втрепетят твоих картин. Прости, Господи, за это слово. А какая тебе польза-то, если ты время потерял зря? А время-то секундочки отсчитывают. Вот мы говорим, а сердце тук-тук. Сердце спешит к вечной остановке. А мы начинаем все еще. Да я не могу. Да разве можно после мира сразу? Почему, когда в лагерь попадают, сразу начинают лагерный режим исполнять? Почему в армии сразу исполняют? Читай Шолохова «Судьба человека». Пришел из плена и каблуками щелкает. Вот как нас сумели фашисты вымонстровать. И когда его в плену стукнули прикладом, другие на руки подхватили. Не дай бог тебе упасть, пристрелят сразу. Кто упал, не поднимали, на месте расстреливали. Если так сатана с нами расправляется, так чего же мы начинаем медлить от пастыря? Пастырь идет на Голгофу, а мы с собой мусор тащим туда. Иди, взирай на начальника и совершителя веры. А как взирать, когда перед взором у меня тут стены, обвешаны коврами и библиотеками, и машина. По десять сберкнижек завели. Не зря моя мать говорила, грех сберкнижки иметь. Какие книжки, когда ты должен каждый рубль на дело Божие отдать и разместить его в утробах бедных, нищих? Я считаю, что само сопротивление это не человеческое, а сатанинское. Сам не знаешь, чему сопротивляешься. У тебя талант? Ну и я тоже мог быть не здесь. У меня открывалось быть за границей. Я штурманом мог быть. Бог давал знания языков. Я бы здесь не сидел. Но в день, когда я покаялся, канаты все были отрублены. Корабль отправился в плавание. Первая Петра 4.18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Цветник духовный читал. Вот мы сидели вместе и плакали. Мне кажется, что я еще не начинал даже следовать за Христом. Я сгусток грязи какой-то. Да еще приходится надуваться, вроде я христианин. Стоишь, растопорщился. Бог дает благоприятное время. Решительно сегодня махни рукой. Все, что сочтете, друзья, сочтите. Можно художником быть? Буду. А нет? Какой я художник? Ни кирпич не можем положить, ни дров вовремя наколоть. Надежда Васильевна. Оставить все и пойти по истинному пути. Игнатий Лапкин. Вот жена, как с полуслова все поняла. Молодец. Отец и тесть мой сидят, выпили и отец мой говорит. У меня сын учился неплохо. А потом что-то с головой сделалось. Верить начал. А ее отец тоже говорит. Да и моя тоже. Была учительница, а потом что-то с ума сошла. Два дурака сошлись, вот и все. Поняла? Да, Надежда Васильевна. Да я давно уже это поняла. Игнатий Лапкин. А что же ты начинаешь слова говорить, которых в Библии нет? Профессор Марцинковский, когда выступал с прекрасной проповедью, а мать была в числе слушателей, и он говорит. Может быть, мне кажется. А она говорит. Сынок, а в Библии есть такие слова? Мне кажется. Он говорит. Нет. Ты говоришь истинное слово Божие. Так говори его в конечной инстанции. Ты только лишь труба, через которую протрубил Бог миру истину. А Бог протрубил так. Откровение 12 глава 12 стих. И так веселись, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в великой, сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Так от дьявола чем хотим? Картинками защититься? Когда на фронт пришли, надо оружие, а туда иконки присылали. Нет, не отбились от немцев этим. А если бы в сердце держали икону Божьей Матери, святых, отбились бы. А мне говорят, как с Гитлером воевать? Да он не родился бы, и воевать не надо. Бог за грех наш на свет его и произвел. Истина очень простая здесь. Царя небесного забыли, а хотим земного царя защитить. Глупости все это. Сердце, не отданное Богу, всегда лукаво и хитро. Почему Господь через Еремию сказал, сердце человеческое крайне испорчено и лукаво, и кто познает его? Но Господь говорит, я проникаю в глубины. Надо сегодня помолиться, Господи, очисти от скверны. А когда читаешь вечерние молитвы и забывчивости, полно у нас. Какую скверну не возьми, отец Амросий. Мошелоимство, приобретение всяких ненужных вещей, которые загромождают квартиру. Игнатий Лапкин. Да квартиры у него нет, отче, вот в чем дело-то. Да была бы квартира, так никто бы не знал, греха-то приняли. Нам за десять лет не рассчитаться сейчас. Соблазна бесконечного. Вот Коля сейчас слушает, и он считает, что все, что вы сейчас говорите, это вы по моему наущению говорите, это мой диктат. Что все, что мне все надо, я всех хочу сделать такими же кубическими или прямоугольными. Ну ты сам скажи, в конечном счете, от тебя корысти мы ищем или нет. Ты понимаешь ли, что если ты сейчас этому не покоришься, ты не влазишь в наши квартиры. Тебе надо сегодня искать где-то. Ты отойдешь с огорчением, и мы друг друга уже потеряли. Это уже наверняка. Я тебе стопроцентную гарантию даю, что уже решенный вопрос к твоим книгам не прикасаться. Участвовать в этом безумии твоем никто больше не хочет. Николай Шевченко. Я не прошу этого. Это уж я сам остальное перетащу. Игнатий Лапкин. Да некуда тащить тебе, ты понять не можешь. Николай Шевченко. Убрать от Ксении Ивановны, а там разобраться у Алексея во дворе. Игнатий Лапкин. Нет. Остатки, которые у Ксении Ивановны, что там статуи разные, носы, уши, ноздри в гипсе, в отвал, пока далеко. Не таскайся ты с этим. Умрешь ты дорогой. Разрыв сердца. Николай Шевченко. Так это не книги, а о книгах речь идет. А вы уже из статуи. Ну, а лицо, как я буду рисовать, если я этих не пощупаю? Игнатий Лапкин. Не надо рисовать. Не потерять бы нам лик, который Бог нам дал в сердце. Николай Шевченко. Вот к тому и подошло, о чем я говорил. Чего опасался? Отец Амбросий. Да глянул и нарисовал, и все. Николай Шевченко. Нет, это не так просто. Игнатий Лапкин. Нос этот в сердце залез. Вы думаете, так просто? Это как собственный нос отрезать уже. Все это с плотью срастается, дружок. Отец Амбросий. Скажи, благослови и все выброси. Освободи им тут все. Николай Шевченко. Да тут не надо благословения. Тут вышвыривают и меня вместе со всеми благословениями. Отец Амбросий. Скажи, я последние штаны отдам. Игнатий Лапкин. Нет, это книги вышвыривают, а ты к ним прирос. Вместе с книгами ты выметаешься. Ты сказал погибну, но вместе с грузом. Это только ты. Ты уже не переиначивай эти слова. Книги не запускают, а тебя запускают без книг. А ты говоришь, утону на Титанике вместе с псом, как одна дама. Так и утонула с догом своим. Ты точно так же сейчас делаешь. Останусь на улице, но не расстанусь со своим мусором, с безбожными книгами. Ты решительные шаги где делал пред Господом? Что ты важного делал для Христа? Где ты и чем жертвовал? Нигде. Это не жертва, а радость отрубить эти вонючие тряпки за собой. И то торгуемся. В труднейших условиях поставлены, и все еще тянем за собой. Николай Шевченко. Они не труднейшие совсем. Игнатий Лапкин. Значит, ждешь другого. Ты не труднейший сделай. Начни подвижку к послушанию. По совести сейчас, по тонкости восприятия, ты видишь, что уже было сказано. Ты к Леше не должен был бы и заходить даже. И сказать тебе, где я буду. Подойти к нему и сказать, Леша, я понял, я согласен. Прошу тебя, пусти. Ты даже и этого ни разу не сказал. А мы около тебя кланяемся, открываем двери. И я говорю, Леша, пусти его. А что он меня замусорит? Все эти разговоры уже были. Я ведь упросил его принять тебя. Это мое ходатайство было тебя принять. А ты ни разу даже не соизволил попроситься. Это гордыня в тебе. Ты же нуждаешься, за тебя просят. И ты понять не можешь. Тебе переночевать негде. А все равно не покорюсь. Как ребенок пятилетний. Ты по совести-то понимаешь, что ты не можешь туда уже заходить, потому что условия поставлены. Надо соблюсти их, иначе там жить уже нельзя будет. А все равно, я не буду так. Здесь хозяйка, видишь, как вымела. И весь сказ. На улицу все вещи выставила. Ты приехал, и ты никто здесь. Точно так завтра книжки твои вынесут. И сколько будет огорчений. Если я, Леша, скажу, то сегодня твои книги будут все на улице. У тебя даже ни одной книжки не будет, а ты уже начинаешь сразу подыскивать такие слова. А вот это диктат насилия под твоим сапогом. Принимаю все слова. Хотя под сапогом пусть этот змей сдохнет. Раздавите гадину. Отец Амбросий. Эта война идет. Больба за душу. Женский голос. Вот вроде ничего нету в доме, а зайдешь в комнату, и повернуться негде. А если с книгами, кто тебя пустит с ними? Ты маленько возьми во внимание-то. Игнатий Лапкин. Коля, скажу тебе. Весь твой груз служит только для твоей прихоти. Ни один человек на земле этим не пользуется. Ты мне в ответ скажешь, а у тебя тряпки. Я скажу, моими тряпками воспользовался не десяток, а сотни людей. Только Надя ручки купила по одной копейке уцененные. Вся обстановка у меня стоит 3 или 1 копейка, не больше. Копейка, а не рубль. Вот и все. Если бы ты поставил мне условия, все книги божественные раздай. Да я даже согласен и на это, если бы ты условия поставил. Но чтобы и у тебя уже красок не было. Согласен все сегодня отдать до единой книги. А одну Библию оставлю, чтобы только душа твоя была спасена. Николай Шевченко смеется. Гарантия какая. Да что? Надо все книги отдать. Да что вы? Да вы что? Игнатий Лапкин. Ну, отче, как условия подходящие? Отец Амбросий. Но он принимает, я думаю. Игнатий Лапкин. Пока не было ни одного слова сказано. Он думает, что потихоньку я так войду и книжки за собой затащу, а у них совесть не позволит на мороз меня выкинуть. Отец Амбросий. Он уже от сердца все оторвал. Игнатий Лапкин. Нет, не оторвал. Отец Амбросий. Ну, скажи. Слово, оно должно быть законом. Николай Шевченко. Чего сказать-то, отец Амбросий? Как любовь к книгам. Николай Шевченко. Я сказал в самом начале то, что у меня есть такое решение. А остальное было сказано другими. Для того, чтобы это решение укрепить. И еще дальше его немножко утащить. Но насколько дальше, это от меня пока еще скрывает. Обещает мне немножко, чтобы потом уже, когда я к этому привыкну, дальше еще загрести экскаватором. Игнатий Лапкин. Так, куда дальше загрести? Давай, допустим так. Хочешь опровергнуть противника? Я знаю истину такую. Соглашайся с ним. Куда дальше? От этого ты отказался. Кроме Царства Небесного тебе ничего не обещаем. Ничего. Кроме любви Божьей. И чтоб сердце освободилось от скверной всякой мирской. Ничего не обещаем. Как ты боишься? Ой, как бы только не спастись. Криком кричишь. Николай Шевченко. Я никогда не могу знать, где проходит грань между Божьим и человеческим. Игнатий Лапкин. Доверься тогда мнению авторитетных людей. Перед тобой священнослужитель. Я тебе поставлю еще трех священников. Николай Шевченко. Да, мнение, оно не всегда очень просто. Или в добрую сторону, или в злую, или в полной неуверенности. Но тоже бывает и неуверенность такая абсолютно категоричная. Так что, мнение людей... Игнатий Лапкин. Так, хорошо. Я представил мнение людей на рассмотрение Генриху. И ты его хорошо знаешь. Мнение его совершенно одинаковое с нами. Николай Шевченко. А я не слышал. Игнатий Лапкин. Мы тебя звали, ты не пришел. Это дело твое. Мы тебя целый день ждали. Я понял. Или ты не сумел прийти, или ты не сильно-то и хотел. Брат у меня священник. Слово его тоже будет то же самое. Ты и его во внимание не возьмешь. Ну, а кого? Валя? Николай Шевченко. Что вы, наоборот, я с ним беседовал. Он говорит. Что вы все обсуждаете? Все вам не нужно. Человек трудится, хоть что-то делает. Дом строит. Так он хоть по кабакам не шляется. Вот такие слова. Игнатий Лапкин. Так он сказал, потому что если для неверующего выбирать два зла, то пусть лучше он дом строит. О неверующем шла речь. Если ты неверующий, тогда, конечно, это лучше. А если ты верующий, то у тебя все это как ненужное. Отруби. Это балласт. Николай Шевченко. Балласт, согласен. А то, что занятие какое-то во мне, желание вот есть делать такое. Потому что я чувствую даже угрызение совести. Потому что это я мог бы этим заняться, а я этого не делаю. Игнатий Лапкин. Так, давай разберемся. Это у тебя мирское идет. Это угрызение совести. Ты совесть никому не вверяешь, а только совесть своей совестью проверяешь. А Писание говорит, самого себя сравнивать с собой неразумно. Ты даже не знаешь, как на это смотрят другие, более опытные, которые все, что можно было оставить, оставили. У тебя других занятий сейчас нету. Ты видишь впереди пустоту. Потому что в самом деле ты доказываешь, что со Христом ты не в единении. Представь, человеку бы сказали, все занятия уже не нужны. Вот я был в тюрьме, и у меня был только Новый Завет и желание молиться. И два источника для пролития слез. И у меня времени ни одной свободной минуты не было, ни единой, учитывая, что у меня не было никаких занятий, кроме молитвы и проповеди. Два часа еще от сна отрывал с первого до последнего дня. И ни одной минуты свободной не было. А ты на свободе еще работаешь восемь часов, и если оторвать от тебя эти канаты, те, что приковали тебя к земному, ты уже в панике. А что тебе делать? Это говорит о чем? Над своей душой ты еще не начинал трудиться, на Ниве Божьей. Ты еще и ногой туда не вступил, да и не предвидится. А ты зарадовался. Хорошо, с этим кончено. Художник не получился. А может быть, из меня получится духовное что-нибудь. Начну образ Божий же выписать. Такой мысли даже не допускаешь. Это гордость. Надежда Васильевна, вы знаете, у меня такое желание было научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Это у меня давно было. Всю жизнь такую мечту я держала в себе. И вот начала я учиться. Но нет возможности приобрести фортепиано. Скрипка маленькая. Начала я учиться на скрипке. Даже стало что-то получаться. Надо мной насмехались, а я хотел играть духовные песнопения. Потом я оставила все. Думаю, ничего у меня не получится. Это только все время отнимает. Тем более, он отбил у меня настроение. Даже струны полопались. Игнатий Лапкин. Что интересно, повесила, струны одна за одной все лопнули. А что не смеяться, когда она начинает пиликать? Ладно бы какие-нибудь фуги, доры ми. А то начинает, боже мой, услышь меня. Я говорю, ты даже мой слух засорила, а ты прямо к Богу обращаешься. Только такие слова, а ей уже невыносимо. Значит, ты не очень любишь это дело. Если я девушку полюбил, надо мной все стали смеяться, то меня этим не отобьют. А от того, что мы любим что-то, душа не уязвлена любовью к Богу. Душа, Надя, не уязвлена любовью к Богу. Вот отсюда такое и есть. Ты же вописуй образ Божий на струнах души. Поиграй-ка божественные псалмы. Чтобы душа запела хвалебную песню Иисусу. Жизнь Бог дал. Третью часть спим. Считай уже человеку 18 лет, а он еще только набирается грамоти. Да умножь на то, что на тройке учимся. Уже в 60 лет человек уходит на пенсию и ничего нет. Когда трудиться-то над своей душой? Когда спасаться? Впереди целая вечность. И дьявол так обольстил. Одному дал кучу книг, учись живописи. Другому учись играть. Без этого святые спасались? Спаслись? Да спаслись так, что небо потрясли. И землю. Надежда Васильевна. Но, конечно, самое сильное это трудиться над собой. Отец Амбросий. Рисовали прекрасные картины, иконы. Николай Шевченко. Это уже неправда. Все они пришли с какими-то научениями. И тогда они и писали, и песни сочиняли без книг. Рисовали они уже просто после того, как выучивались. И златоуст не был бы златоустом, если бы он у язычника не научился рассуждать и ораторствовать. Отец Амбросий. Я книги по рисованию не считал ни одной. А я потихонечку могу рисовать. Николай Шевченко. Что значит потихонечку? Отец Амбросий. Ну, хоть сам для себя и рисую. Николай Шевченко. Это тоже непонятно. Отец Амбросий. Попробовал икону написать в первый раз. И художник-профессор посмотрел. Четверку можно поставить, сказал. И за портрет человека четверку можно поставить. Я ни одной книги не считал. Не знаю, как краски перемешивать. Николай Шевченко. Но это совсем не значит, что не нужно по книгам. А если бы вы книги прочитали, на пятерку, наверное, нарисовали бы. Игнатий Латкин. Коля, рассуди. Что все это здесь. Это все от тщеславия. Четыре, пять. Это все относительно. В сравнении с тем, что человек учится какому-то музыкальному искусству петь. А падший демон так запоет, что все хоры вместе не споют так херувимскую. Тогда что есть мой голос в сравнении с ангельским хором? Что Бог дал, то я и буду выпиять. Много или мало, но жизнь-то единственная. В твоих словах единожды не проскользнула эта мысль. И ты никогда об этом не говоришь, будто ты вечно так будешь ходить. Николай Шевченко. Ну, так, а что, занятия человеческие здесь никому не нужны? Если так рассуждать, то и делание палаток тоже было деланием ненужным. Без палаток тоже можно обойтись. Игнатий Лапкин. Коля. Это только для еды. И делание палаток было не для того, чтобы орнаменты рисовать. Павел не занимался резьбой по кости. А что говорит посланник евреям, 11 глава, 37-38 стих. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. У Моисея много что было. Он мог быть главнокомандующим египетской армии, но пошел пасти овец, а святые работали для прокормления» Ефесянам, 4 глава, 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезные, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Но ведь если так разобраться, то ты тратишься на эти книги, и тебе уделять-то нуждающимся не из чего. Но утробы, да на книги не пустые. Ты сам посуди. На чужой квартире 30 рублей вдвоем платили, а сейчас ни копейки можно не платить. Так брат пускает. Одно единственное условие ставит, чтобы ты спасся. А ты говоришь, «Нет, погибну, но не пойду». Отец Амбросий. «Мои чадо меня постоянно ругают за то, что я их не ругаю, а ты мало нам времени уделяешь». Я говорю, «Я только в проповеди вас ругаю всех. Нет, вы меня должны особо ругать. А вы сегодня сподобились, уже сегодня два часа ругают, и никаких плодов нет». Я уж вам говорю, губами шлепал-шлепал, «Бросай шлепать, пусть живут, как хотят. Бог с вас зыщет». Игнатий Лапкин. «Нет, это не годится. Зыщет. Но только не отчаивайся, учитель. До конца исполни временное служение. Пока он не убежит отсюда. Я его буду учить. Я знаю, наступит день, великая благодарность потечет из его уст, если он послушается. Он поймет тогда, сколько демонов держало его в этих узах. В цепи он был закован. Признаются в ошибках своих. Дескать, вот я говорю, да не делаю. Говорю, да не делаю. А мне кажется, в этом тоже скрытый какой-то грех человек не выявляет. Потому что мы знаем, что такое исповедь. Вот я исповедался, сказал и вижу, отношение какое ко мне. А чтобы исправиться, и налагать на меня отпечаток, и святые отцы говорят, если ты каешься и не исправляешься, то тщетна твоя исповедь, что ты даже намерения не положил. И в этой исповеди самой несем грех и счиславие. Вот я покаялся, теперь и батюшка ко мне лучше относится. Он видит, какой я. Потому что батюшка любую мерзость выслушает и накроет и отпустит. А если бы ты знал, что за эту исповедь он тебя сейчас железным кнутом будет пороть, требухой обзывать, ты бы лишний раз не пошла. Пошла бы, нашла другого служителя, который одним взмахом пятьдесят человек накрывает. Я исповедалась, причастилась, и думает, что все во благо ей. Пьешь и ешь, и причащаешься в осуждение себе. Исповедался, не возвращайся на старую блевотину. Вот это будет исповедание. Кавычки закрыты. Голос Америки. Отрывок сей. Дал прослушать отец Амвросий со своего магнитофона. Вторая точка. Еще ранее был избран архимандрит Исаия и Олимпий. Ему не было и пятидесяти лет. И в церковном народе распространено убеждение, что умер он вследствие избиения. После изгнания из Лавры скрылся исключительно популярный игумен Амвросий, который стяжал всероссийскую известность своими проповедями. Известно, что власти даже высылали вертолеты в один из горных районов Кавказа с тем, чтобы отыскать то место, где скрывается отец Амвросий. Но эти поиски не увенчались успехом. Отцу Амвросию сейчас 45 лет. Он родился в Алтайском крае. После службы в армии он работал шахтером в Донбассе. Учился в семинарии и духовной московской академии, которую закончил в 1974 году. С 1976 и до своего изгнания в прошлом году он был в Почаевской лавре. Его часто вызывали в местное КГБ, расположенное рядом с лаврой, и в конце концов заставили его покинуть лавру, оторвав его от его духовных чад. Вестник печатает также одну из проповедей этого выдающегося священника, которая была записана его почитателями на магнитофонную ленту и попала на запад. В этой проповеди отец Амбросии предстает перед нами как истинный пастырь и наставник той паствы, которая собиралась слушать его, приезжая издалека. Язык проповеди отца Амбросии предельно прост. А те темы, которых он касается в своей проповеди, вечны, как само Евангелие. Он говорит о тьме и одиночестве, в которой пребывает покинувшая Бога душа человека и о радости ее возвращения в дом отца. От пустословия, от чревоугодия, от долгого сна, от осуждения и других грехов душа наша засыпает, говорит отец Амбросий. И тут же приводит живые убедительные примеры возрождения души, ее пробуждения от сна греха. Рассказывает он и о тяжело больной женщине, которая увидела приближившуюся к ней смерть, но по ее молитве, обращенной к Богу, смерть отступила от нее, как бы давая ей время подготовиться к переходу в вечность. В этой связи отец Амбросий упоминает о книге американского врача доктора Муди «Жизнь после смерти». Игнатий Лапкин Отец Амбросий, скажите, вот что передавали на Западе, как принято выражаться, из-за границы, а вас все они сказали правду? Отец Амбросий, нет. Игнатий Лапкин, а что здесь неверно? Отец Амбросий, неверно вот что. Розыска никакого не было, вертолет не высылали. Я не знаю и не видел там лично, мне 44 года, а не 45. Работал я не в Донбассе, а в Кузбассе. Но что я могу о себе сказать? Далее другая пленка об обращении отца Амбросия, отца Геннадия и других называлось обращение. Обостренным чувством обладая, видим в зеркале малейшее пятно, не сегодняшнее только, в дальней дали, хотя нам все слитно заодно. К чистоте стремится все в природе, моется, вылизывает, чистит, не лицо при том, а только морду, самоочищается и океан, и малый листик. Человек, вернее то, что в нем, о душе прилично разобраться. Часто душу чистит Бог огнем среди звезд различных, разных свастик. Чистота залог здоровья многим, руки добродетелью очистим, украшает благовестием ноги, взгляд от чтения Писания лучистый. Есть вода, привычная, как воздух, моемся и пьем, обилие не жалея, хватимся о ней, да будет поздно, кончится по Божьему велению. Слово Божие есть сущая вода, ею омываться каждому изрядно, смоет грех в крещении навсегда, даже несмываемые пятна. Дар Божественный Иисус пред Иоанном, надобно ли это было Иисусу? Здесь и прокаженные, усопшие за станом, а теперь и скинью их впустят. Кающийся грешник, погружаясь в воду, умирает к бывшим вожделениям, к святости выныривая, делается годным, вечной жизнью облечется тленный. Жаждущих Иисус и ныне призывает пить, о Духе Божьем разумея. Много есть подделок под таким названием, рассмотри, быть может, в том сосуде змеи. 21 июля 2007 год Игнатий Лапкин